привет вселенная это сергей ульянов сегодня 23 уже июля ой господи августа 2022 года 12 53 до 54 м то есть уже вот глубокая ночь и с момента записи прошлого первой части рассказа о том как я как как произошло прошло мое 24 февраля уже прошел почти месяц без одного дня и честно скажу мне очень очень тяжело отдалось это видео и я долгое время думал выкладывать мне вовцы в целом или нет потому что мне я прекрасно понимаю что эта тема для многих до сих пор болезненная что она неоднозначная что я могу не найти поддержки там где мне хотелось бы и она до сих пор до тяжелая и животрепещущая и может быть рано еще да но это моя история я имею на нее полное право и вот сейчас месяц спустя я пересмотрел свое прошлое видео вы скорее всего увидите этих два видео подряд но для меня это большой большая пауза в течение которой я думал о том насколько насколько для меня насколько сейчас время рассказывать об этом обо всем вот здесь стопка бумаг это мой кейс мои доказательства в общем в работе я работаю сейчас над своим кейсом по убежищу в сша и прошло уже господи сколько уже шесть месяцев прошло с 24 февраля полгода вау вау полгода прошло для меня это для меня это ну полгода с одной стороны как один день с другой стороны как несколько лет я прожил много разных жизней и встретился с огромным количеством разных людей начинал жизнь с нуля несколько раз и я имею право на свою точку зрения на свою историю на свое право говорить о том как все было причем говорить абсолютно честно без каких-либо недомолвок каких-то там сокрытия фактов я не пытаюсь быть здесь более более хорошим или более правильным мне кажется те кто посмотрел первую часть этого видео прекрасно понимают то что я сказал я мог много чего не говорить это готова из того что я произнес и для меня для меня здесь самое важное это сказать о том что это все было это все правда действительно все так как и так как есть без всяких там купюры вот этого прочего шлака вы можете к ней относиться как вам угодно это это моя жизнь и так и было на самом деле остановился я в прошлый раз на тему того в тот момент когда я понял что до самолеты из одессы не улетают как бы это как бы это смешно и наивно не звучало до всем не говорили тогда ты что ты ты не понимал что из одессы не улетают самолеты ты ты сумасшедший вообще в новостях написали черным по белому что из одессы не летают самолета но у меня всегда было был был всегда ответ в том что посмотрите на сайт аэропорта одесса мама там продаются билеты с 27 числа все то есть был действительно отмены с 24 по 27 отмены рейсов а с 27 все рейсы возобновляются более того продал повторюсь продолжают продаваться на них билеты я не знаю какими нужно быть какими нужно быть людьми честно я не хочу давать никому никаких оценок бизнес есть бизнес там до крупных оборот денег в компании никогда не помешает неважно война или нет но билеты из-за этого аэропорта продавались несмотря на то что аэропорт был закрыт и у меня всегда еще была мысль о том что ну вот одесса находится прямо на границе с разными странами и что наверное какие-то вот с края одессы все-таки еще куда-то улететь можно то есть по одессе там ты не улетишь ну и с края одессы наверняка же как-то люди улетают но не может быть такого чтобы закрыли аэропорт чтобы небо было закрыто совсем но это вообще никак не ну то есть сейчас понятно столько времени спустя что это очевидно но человеку который с этим никогда не сталкивался это казалось ну просто невероятно то есть поверить на тот момент это было уже 26 число трое суток без сна и поверить то что ты действительно не улетишь было правда очень сложно еще не сказал о том что когда я ехал в автобусе до из одессы до из киева до одессы там со мной рядом сидел мужчина который тоже там ну то есть я рассказывал как я видел этих людей которые полные забитые тачки с вещами все семьи сидят собаками и куда-то едут 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 и рядом со мной я плачу я не могу не мне очень стыдно мне очень неловко за то что я оказался вот в этом всем и я здесь не свой не чужой как обычно да и рядом со мной сидел мужчина который периодически с кем-то созванивался говорил о том что у него есть резиновая лодка и он собирается по черному морю как-то из одессы там пересечь границу и вот это вот все постоянно вот это рядом вот это вот люди бегут 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 это было я ну то есть слезы текли просто градом не не останавливаясь и в общем я вернусь к тому моменту когда я уже понял что из одессы я никаким образом не улечу и да и деньги пока никто за 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 рейсом не возвращать не собирается я написал сразу оператору наверное сейчас можно было бы сказать что за оператора сделать ему какую-то плохую рекламу но я к сожалению не помню как как он называется и сейчас тоже конечно не имеет место быть я им написал я говорю вы скажите пожалуйста вы нормальные люди зачем я как-то это очень-очень прилично написал честно скажу что я говорю что это ну что зачем вы это делаете вот мне в ответ пришло пришел ответ что мы можем что мы вернем вам деньги за билет ну то есть ответ был очень сухой как будто бы автоматически о том что деньги за билет вам вернуться в течение 90 рабочих дней ну то есть такой был ответ максимально максимально холодный максимально отрешенный ну то есть это конечно ты попал в бизнес схему вот и когда я нашел эту маршрутку которая едет от из одессы до до границы с с румынией я позвонил да и в итоге через несколько часов задержки каждый час находить на нахождение в одессе когда-то когда ты читаешь новости и слухи о том что сегодня одессу будут бомбить каждый час каждая минута ожидания ты ты не можешь понять почему вы задерживаете эту маршрутку нужно быстрее быстрее уезжать быстрее уезжать и вот эти семьи которые ко мне подходили до спрашивали какой у тебя какой у тебя какая у тебя возможность как ты собираешься покидать страну у тебя что белый билеты подделал его ли как ты как ты его купил или по какой-то причине ты тебя выпустят из украины если ты но если ты мужчина я им говорил что я белорус и от этого мне становилось очень тяжко потому что я понимал что эти люди действительно не скорее может быть у них получится пересечь границу их может быть выпустят из украины а меня нет смысле наоборот их не выпустят или выпустят им очень сильно повезет им нужно будет там я читал в этих чатах там как подкупали этих офицеров там как говорили что если вас один офицер не не пропустит то нужно ждать там смены караула и можно будет договориться со следующим офицером если со следующим не получится можно договориться с третьим короче люди там стояли часами пытались каким-то образом пересечь там не выпускали там условно мужчину которому было там 59 лет там 11 месяцев и там без трех недель 60 до его все равно не выпустили из украины и ты читаешь эти 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 посты понимаешь что но это это будет испытание хотеть честно и когда ты уже на таком адреналине у меня не было никакой никакого никакого сомнения что я покинул украину ну какой то было внутрь была какая-то внутренняя уверенность и только когда я уже то есть меня пропустили через первый кордон когда просто посмотрели паспорта и смотрели украинские нет это тебя допускали до до проверки багажа до получения штампов о том что тебя выпускают из страны и на границе с румынией я забыл как называется этот переходной пункт в украине там идет паром от от границы украины до границы с румынии идет паром это морскому речная да как-то правильно сказать в общем водная граница и не силен во всех определениях прошу меня простить сразу да в общем когда меня пропустили через я показал свой паспорт увидели что я беларусь меня пропустили до до дальнейших досмотров до дальнейших досмотров там было четыре точки пограничного поста 4 прямых в каждый тебе нужно было отметиться и я еще раз да повторюсь что что тесть все мужчины там было две семьи с которыми я ехал мужчин из этих семей не пропустили то есть вышли через границу только жена с ребенком и это было очень больно наблюдать за этим было очень это было очень сложно осознавать ты чувствовал огромную несправедливость ты понимал что что мне повезло и одновременно это такой тяжкий груз и я понимаю что может быть сейчас это звучит тяжкий груз конечно да там тебе похуй на самом деле на самом деле мне было максимально не похуй на этих людей я желал чтобы эти люди смогли тоже и я придерживаюсь такого мнения что если человек не хочет воевать то он не будет хорошим военным и как есть военный это человек который получает зарплату то есть те кто являются войсками дают те кто служит в войсках они не это не добровольцы это не не только армия это в первую очередь контрактники которые защищают свою страну по за деньги да то есть эта работа это как любая другая работа это не моральная здесь нет речи а морально какой-то составляющей я уверен абсолютно в том что человек который не хочет воевать не будет хорошим военным особенно если вы принуждает это сделать принуждает принуждаю да то есть если это неосознанное решение сначала хочет уехать он хочет сделать лучше в своей стране может быть он у него есть удаленная работа может быть он инвестор может быть он он эти деньги в украину другим образом принесет на на эту борьбу на другим образом эти деньги отдаст другим образом повлияет поучаствует и скорее всего сделает намного больше чем если вы просто застрелят на поле боя и да как собственно да музыканты это такая арт оборона да в украине так и владельцы бизнеса это экономическая оборона до страны это экономический фронт да и я абсолютно придерживаюсь того мнения что покинув страну и вливая в нее деньги из-за рубежа ты сделаешь намного больше для своей страны чем если ты будешь воевать более того я считаю что никто не вправе никто не вправе осуждать кого-либо за то что кто-то не хочет умирать вот я еще раз повторюсь я не считаю что если два президента или там больше замешаны между собой решили повоевать друг с другом что это как как-то касается меня да я не выбирал в какой мне стране рождаться и не я исправно плачу налоги много лет там да у меня там есть там свои заболевания в том числе по которым меня в армию не взяли да то есть абсолютно легальная негоден там к этой службе да я опять-таки повторюсь я работаю в украинской компании на 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 благо украины там плачу налоги и так далее более того я в прошлом видео об этом совершенно не сказал и мне кажется это очень важно сейчас будет добавить что моя работа в украине у меня брали на должность да на руководящую должность в отдел маркетинга но на период войны наш раздел переформировали таким образом чтобы создали такой свой собственный штаб в котором каждый человек из этого штаба отвечал за отдельную страну за вас за новостные сводки так как мы все прекрасно понимаем и это ни для кого не секрет я уже думаю спустя полгода точно что каждая страна топит за то что за то что мы побеждаем в россии топится то что россия побеждает в украине топится то что украина побеждает все факты преподносятся там для того чтобы большинство людей в стране чувствовала безопасность и чувствовала то что вы да то что мы еще чуть-чуть и все закончится да и это было с обеих сторон и таким образом было очень важно отслеживать новости из разных регионов из из белоруссии отдельно из россии отдельно из европы отдельно из америки отдельно у нас было и из каждого города украинского по отдельности тоже из самых горячих самых больших там где проходили военные действия где они могли быть в том числе и где находились наши магазины для чего это было сделано для того чтобы для того чтобы так как я работал повторюсь да в сети ритейл магазинов one dollar store это магазины которые в первую очередь продают людям товары первой необходимости там консервы там прокладки да там зубную пасту то есть такие магазины которые около дома к там где ты можешь всегда купить самое необходимое то что тебе нужно салфетки там в быту да то что то что ты используешь каждый день то есть товары первой необходимости которые нужны каждому человеку и а когда мы анализировали новости по городам по странам у меня была за мной стояла непосредственно беларусь которая в тот момент которая очень очень активно принимала участие в в военных действиях между россией и украины ни для кого не секрет да на сегодняшний день до сих пор продолжает предоставлять свою территорию для нападения россии на украину я новостной поток из беларуси шел огромный и я выбирал новости которые были связаны откуда из какого региона в основном из гомельской области на границе с украиной что там какие трубы сейчас там какие подземные ходы строятся да откуда к откуда прилетела какая-то что заявил президент где возможно завтра наступит чрезвычайное положение для чего это все делалось для того чтобы наши логистические цепочки до траки которые везут все вот эти товары и из европы из других стран для того чтобы они могли эти горящие точки объезжать что такое розничная сеть во время войны да это когда все люди сидят дома продавцы каждый день выходят на работу да по улицам едут танки на улицах гремят сирены люди выходят на работу и продают всем этим очередям огромным людей до товара первой необходимости и люди жертвуют да может быть там осознанно неосознанно для того чтобы зарабатывать деньги на выходят на работу и помогают другим людям когда сирены люди забегают в магазины или когда танки проезжают люди бегут в эти магазины прячутся там и продавцы впускают этих людей там да где-то разбиваются витрины то есть где-то скрывается магазин где-то магазина продолжает работать и каждый день ситуация нестабильная каждый день нам меняется и продавцы совершали огромный подвиг для того чтобы продолжать продавать эту всю продукцию до траки водители дальнобойщики совершали невероятный подвиг что везли это все через горящие точки да и наша задача отслеживая эти новости мы помогали совершать выстраивать выстраивать логистические маршруты на через зеленые коридоры через спокойные районы для того чтобы трак мог проехать и довести довести товары которые заканчивались молниеносно в магазинах до для того чтобы люди смогли их получать и и я знаю прекрасно что в беларуси такая работа она будет ну это трактовано как предан как предательство родины да потому что беларусь помогает россии на завоевывать украину в то время как беларусь сергей ульянов помогает украине сделать так чтобы помогает украине противодействовать этим нападениям да то есть мне в беларуси заказан срок и сейчас уже спустя какое-то время у меня не осталось ни одного близкого человека из украины все от меня отвернулись все считают меня политическая проститутка и меня считают врагом народа мне желают смерти от меня просто отписываются какие-то гадости сейчас уже сейчас к счастью к сожалению просто меня не существует в их инфополе и я честно скажу я даже не могу понять чем я заслужил чем я заслужил это потому что я настолько чистосердечно поддерживал поддерживал эту страну по большому счету отвернувшись до совершая национальное преступление как бы это сейчас если еще раз повторюсь если я сейчас вернусь в беларусь меня просто посадят за 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 национальное преступление против против беларуси потому что я помогал украине выстоять в этой войне да и свою маленькую маленькую роль я в этом игра очень маленькую мизерную до казалось бы да но для 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 украины я враг для беларуси если я вернусь я враг в россии вообще не обсуждается да и вот пользуясь возможностью хочу сказать насколько мне сейчас я настолько как-то даже я не могу сказать что я там скажем так я считаю что я понимаю что у людей горе нескончаемое нескончаемое круглосуточное горе но насколько я насколько я хотел чтобы это было чуть чуть легче и как людям не желали смерти за то что я хотел сделать этот мир лучше и насколько я безоговорочно согласился совершать эту совершать вот эти отслеживание этих новостей даст с порталов которые в в беларуси признаны экстремистскими да то есть по сути для беларуси я экстремист да и потому что новостные сводки конечно же официальные говорили абсолютно другую информацию это понятно всем и насколько мне говорили ты не воевал ты не не заслуживаешь ну короче ты говно человек это просто говно потому что ты уехал из страны я думаю спасибо спасибо это 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 вот такое то есть я не просил никакой благодарности но такого такого уровня хейта и ты думаешь как ты можешь вот то есть люди как будто бы говорят тебе ну типа ну то есть наверное да какой-то другой человек разозлился бы да и сказал бы да вот то что ну как бы если вы за добро так мне платите то но я же совершаю добро не для того чтобы получать добро то есть в этом нет какой-то до выгоды здесь есть твое желание да если ты требуешь за это благодарность значит это уже не искренне поэтому я этих людей отпустил вот большинство из них даже не знала даже не знала чем я на своей работе занимаюсь как я участвую в этом всем и я я не на кого не держу зла я более того до сих пор открыт если какой-то из этих человек людей там напишет мне и даже просто скажет серега давай будем вернемся на добрые отношения я всегда буду открыт это это абсолютная правда потому что мне честно не хватает некоторых людей с которыми мы невероятно классно общались но честно когда когда забегая вперед когда я остался в в турции без работы когда меня уволили когда я услышал что да да что ты вообще тут что ты знаешь про вообще про 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 страх что ты знаешь про говоришь что ты знаешь про беды но это но это когда тебя ввиняют тебе ввиняют то что ты не пошел на фронт за украину тебе говорят что ты виноват за то что ты не умер за эту страну я думаю что но если бы я умер если бы я если я перед тобой заслуживаю уважение только если я умру за твою страну прошу прощения нахуй мне нужен такой друг вот прошу прощения но я не хочу я не хочу и даже несмотря на то что это боль за эти высказывания за это за это зло не не за что просто потому что у людей много горечи внутри за то что это боль за эти разрушения за эти страхи за эти круглосуточные сирены за эти бомбоубежища она такая большая такая больная что тебе хочется каждому человеку которому типа якобы чуточку легче сказать что тебе должно быть еще хуже еще хуже еще хуже должно быть точно так же как нам если тебе хоть чуть-чуть легче ты ты все равно говно и это конечно тяжело с такими людьми сейчас будет мне вернуться на связь но если у нас будет какой-то здоровый взрослый разговор если он будет здоровый взрослый я честно соглашусь на что там взрослый честный искренний вне зависимости от возраста разговор да там я понимаю что это все таки когда ты уехал об этом сложно просить да кто-то там до сих пор остался и об этом говорить все равно не получится да как-то равнозначно но я сколько бы времени не прошло я до сих пор открыт и буду открыт для этих людей не знаю посмотрит они не посмотрят это видео я главное знаю что я внутри открыт первым я писать не буду потому что ну я еще раз посмотрю когда тебе желают смерти потому что ну как бы ты не ум ты не умер за нашу страну ну прошу прощения прошу прощения вот поэтому даже если бы я вообще ничего не сделал для этой страны я не заслуживаю смерти вообще ни в каком ключе и сейчас конечно когда я уже отошел от этой вот темы а когда я совершенно другими вопросами занимаюсь сейчас часто звучит максимально как-то непривычно я уже отвык от этой мысли что тебе все время должно быть стыдно за то что ты уехал и это благодаря тому что эти люди все отключились от моей жизни да кому кого-то я отключил сам но в основном они отключились сами от этого конечно намного легче и вокруг остались люди которые понимают что даже сейчас в Америке но честно я не я никому не пожелаю пройти то что я сейчас прохожу я никому когда-нибудь я расскажу я достаточно подробно рассказываю про то что у меня здесь происходит но вы никогда не я никому не пожелаю без денег оказаться в одной из самых дорогих стран на свете без языка без паспорта но я не прошу не прошу к себе сочувствия я просто говорю о том что если кто-то думает что типа мне тут легче вот мне было бы легче если бы все было хорошо давайте так я продолжу сделать такое ответвление я думаю что это было важно сказать потому что это важная деталь о которой я не сказал в прошлом выпуске и я правда честно скажу что я горжусь той работой в Украине которую я делал и я знаю насколько она была полезной для страны дело не в стране дело не в стране воюют не страны воюют люди конкретные да и мне очень приятно что те люди которые вообще никакого отношения к войне не имеют могли получать там свои продукты да какую-то помощь вне зависимости от того едут танки или нет по улицам получать самые первые важные там предметы жизненной необходимости да и и сколько наша компания там инвестировала в разные фонды это вообще отдельная тема и давайте вернемся к украинско-румынской границе чтобы наверное на контрасте сейчас было понятно с чем я столкнулся я начал проходить все прошу прощения это живая жизнь я живой человек я начал проходить все эти точки досмотра да поначалу это все казалось достаточно людей было тьма но я могу сказать так что славянских людей не было ну как будто не было вообще то есть было какое-то количество украинцев ну понятное дело в основном женщины все остальные люди даже по-русски не говорили я даже то есть я не мог понять что это за страны откуда они почему они здесь на этой границе вообще откуда они приехали то есть я уже даже не помню страны какие-то были но я помнил еще ну то есть в основном такие мулаты и которые не говорили на русском языке и на украинском тоже и я не мог понять откуда такое количество здесь людей которые бегут из Украины не украинцев для меня это был шок просто и я пытался как-то с кем-то у кого-то выцепить единственные люди с которыми я общался это были люди из моего автобуса кстати говоря когда мы ехали в этом автобусе водитель как будто бы набивал цену за этот я уже говорил что поездка обошлась мне в 100 евро то есть там ехать было там два с половиной часа до границы люди вместо того чтобы снижать цены для людей которые бегут от войны еще повышали 100 евро еще именно в евро не в гривнах я обращаю на это внимание не в гривнах не в гривнах украинские водители довозили меня до румынской границы обязательно в евро я на это не рассчитывал я разменял деньги на гривны и у меня даже брать их не хотели они хотели продать место в маршрутке они меня взяли за гривны но я вот на это обращаю внимание это очень интересный факт про дружественность про спасение друг друга про народное какое-то типа или что если вы уезжаете из страны что вам сейчас мы и захерачим еще больше денег да и я честно скажу что я хотел разменять какие-то деньги купить какие-то евро я все-таки в Турцию собирался но обменники все были пустые денег не было вообще никаких я там чуть-чуть купил лир себе и все то есть у меня были гривны и я которые потом еще остались у меня в общем там по-моему 4 тысячи гривен у меня еще лежало там где-то месяц в Турции пока у меня все деньги не закончились я не обменял их по копеечному просто курсу как за лира, гривны короче очень за копейки просто но это отдельная тема водитель по дороге на напускал напускал такую драму напускал драму говорил что в 12 часов все границы между городами будут закрыты мы проезжали какие-то кордоны я писал в чат типа белорусы в Украине типа спрашивал а что скажите пожалуйста это правда что сейчас закрывают границы меня в этих чатах блокировали видимо думали что я типа распространяю какие-то фейковые инфоповоды вместо того чтобы мне написать нет это не так они меня блокировали и я ехал в этом автобусе было где-то там 11.30 и я понимал что мы не успеваем доехать до румынской границы как мы сейчас как мы пересечем эту границу если в 12 часов закрываются все все границы между городами но оказалось что это неправда вот и я в невероятные наверное невероятные измене ехал до этой румынской границы я не знал доеду я до нее или вообще нет но как уже известно я доехал стояла огромная очередь из машин ну несколько там километров стояла очередь из машины в этом смысле нам наверное повезло потому что нас привезли на маршрутке высадили и мы пешком прошли до пешеходной границы которая была открыта к счастью да и машины эти стояли там несколько суток просто я не знаю что они там ели что они пили людей в этих машинах мы шли 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 пешком вот дошли до этой границы меня пропустили других мужчин украинцев не пропустили я начал проходить все эти пункты где стоят огромное количество людей разных национальностей да и вроде бы все казалось что как-то все путем идет я да повторюсь я общался только с некоторыми людьми с которыми я ехал в автобусе вот никто ничего не понимал какому пункту сначала там их четыре нужно было четыре обойти по какой очереди кто что вы чего куча очередей куча какой-то суматохи ничего не понятно ну как-то мы там разобрались и где-то там это я повторюсь да около двенадцати часов ночи это уже получается 27 наступило да да ночь 27 по-моему числа или 28 нет по-моему 27 и около часа ночи я там вот прошел эту границу значит и вроде бы казалось все я очень сильно переживал что меня будут гнобить вот потому что ну я уже после Одессы понял что к белорусам очень негативно настроены несмотря на все то что да несмотря на то что я официально работаю в Украине и так далее и так далее и наступил поворотный момент когда я дошел до контроля сумок и там мне попались пограничники очень-очень я не знаю как сказать патриотичные я не знаю для меня не это патриотизм они были они просто хотели выместить всю злость на всех белорусов которые замешаны в войне на меня больше белорусов я там не видел и они такие увидели и началась такая а ты белорус а кто тебя еще сюда пропустил кто тебя сейчас пропустил так покажите мне этого человека кто короче начался такой моральный очень сильный прессинг они такие аа ну все понятно короче они смотрят я думал что я сейчас пройду спокойно со своими сумками через металлодетектор но нихуя они говорят так это наш клиент я думаю все пиздец я попал короче меня отводит в комнатку Там был, скажу честно, был достаточно доброжелательный мужчина, ну то есть было видно, что он, ну то есть до последнего момента я не знал, что он предпримет, но он мне казался позитивно, как такой добрый полицейский, плохой и добрый. Я понимал, что в какой-то момент он может мне что-то устроить, но пока он вел себя так. Короче, он меня завел в отдельный кабинет, вот я с таким сталкивался впервые в жизни, честно скажу, когда он меня повел в этот кабинет, я до этого слышал истории про пересечение русскими украинской границы, как там по пять часов кого-то могут досматривать, кого-то там просто морально давить, чтобы кто-то человек просто уехал обратно. Ну я-то не русский, да, и я привык к тому, что там к белорусам какая-то лояльная, там, да, ничего мы плохого не делали, но за эти два дня все перевернулось, да, все перевернулось, я понял, что никогда, ну не буду говорить никогда, но в ближайшие там десятилетия уже не будет вот этого, что белорусы, украинцы, друзья, вот, то есть сначала с Россией как бы все, все закрылось, накрылось медным тазом. Теперь я понимаю, что никогда уже, ну опять-таки повторюсь, не буду говорить никогда, но что в ближайшие десятилетия белорусы тоже враги, вот. Я не знаю, как сейчас это, и мне хотелось бы верить, что адекватные люди, вне зависимости ни от чего, ни от того, где ты сейчас живешь, в какой стране, что ты понимаешь, что если белорус уже оказался на территории Украины, ну значит он к тебе лоялен, что он к тебе наоборот настроен позитивно, да, я уже молчу про то, чем я занимался на работе, да, ну просто чисто логически, да, понять, что если ты уже белорус на территории Украины, уже некоторое время здесь находишься, причем до войны, ну значит ты здесь не враг, да, и значит у тебя есть позитивное отношение к Украине, что ты с ней хочешь поддерживать взаимоотношения, что ты на благо страны здесь находишься, тем более, что у меня было приглашение на работу официальное, да. Но все вот эти вот логические цепочки в этот момент были просто начистою стерты, и мне хотели просто, меня хотели унизить, меня хотели оскорбить, меня хотели просто довести до того, чтобы я просто сам ушел или что-то сделал, я не знаю, они меня пугали депортацией. Со мной был рюкзак, сумка большая, большой бэкпэк, да, на колесиках и сумка на плече. Это единственное все, что я забрал с собой из Украины, у меня еще осталось там две сумки вещей, я уже об этом говорил, плюс я еще купил что-то, мне было так горько это все оставлять. Реально горько. Столько я вещей там оставил личных, которых понимал, что, ну, я не поеду в Турцию с тремя сумками, как я просто буду ехать? И, наверное, ну, это было правильное решение, что я ничего этого не взял. И у меня была открыта каждая секция в моей сумке, у меня были вынуты все предметы, каждую штанину, выворачивали, смотрели карманы, у меня забрали телефон, у меня открыли телефон, смотрели все переписки, смотрели все личные фотографии, смотрели, еще раз повторюсь, все переписки просто, просто открывались, смотрели все мои фотографии, я взрослый человек, я ничего не скрываю, у меня там дохуя дикпиков, скринов там из Хорнета, там моих личных интимных фотографий. Я взрослый человек, я могу делать со своей жизнью все, что я хочу, фотографировать, что хочу, где хочу, как хочу, и я, это мои файлы на моем телефоне, это личная неприкосновенная собственность моя. И все это досматривалось, все это обсуждалось, все это прокручивалось, у меня с собой было два ноутбука, один рабочий, один личный, все ноутбуки открывались, там просматривались все файлы, смотрели видео, смотрели последние даты, смотрели удаленное, я, кстати, ничего не удалял, у меня там были просто какие-то неудачные фотки или еще что-то такое в корзине, то есть я ничего не удалял специально, ничего не чистил, ни каждому скриншоту там, который у меня, а что это вот, что это у вас там за склад, у меня там какие-то были рабочие переписки, там, что мы там открываем новый склад, а что это за склад, может, склад с боеприпасами, ну, короче, шло все к тому, что я, типа, засланный казачок, опять-таки, я вот в Украине тут что-то приехал до войны, чтобы тут, блядь, каких-то настроить, блядь, складов с оружием, я не знаю, и уехать, я не знаю, что там у них в голове было, вот, и, наверное, единственное, я сейчас точно в этом, хоть сказал, наверное, да, но я в этом абсолютно уверен, это то, что у меня были официальные документы, я об этом настоял, когда у меня просто был уже негативный опыт работы в Москве, когда я работал там без документов, без приглашения на работу, без официальной зарплаты, и мне говорят, ну как, ну как же, ну, белорусы, ну, там, что там, вам виза не нужна, вам нужно разрешение на работу, давай, ну, как-нибудь, там, договоримся, я говорил, ну, давайте, может, сделаем контракт, ой, это не надо, совершенно лень, и в итоге мне это очень сильно боком вышло в Беларуси, потому что в Беларуси на тот момент ввели закон о тунеядстве, то есть в Беларуси я три года был тунеядцем, да, якобы неработающим, и если бы у меня был там реальный договор в России, я бы просто прислал бы эти документы, что я работаю официально, и никаких бы вопросов не было, но так как у меня не было официального приглашения на работу, соответственно, мне пришлось там несколько месяцев заниматься какой-то хиромантией, получать разрешение в Беларуси легально, чтобы работать, ну, чтобы не платить там налог на тунеядство просто, и когда я уже ехал в Украину, я это просек, я сказал, что я без приглашения на работу не пойду, ну, как бы я сказал, что не то, что я не поеду, я сказал, мне оно нужно, и тогда это, кстати, отсрочило мой отъезд практически на месяц, потому что мои украинские работодатели месяц пытались получить, мне тоже пытались говорить, ой, давай ты приедешь, потом мы сделаем, я понимал, что если я приеду, никто ничего не сделает, поэтому для меня было важно проверить моего работодателя на лояльность ко мне, если это серьезная компания, то они это сделали, для них это несложно, для них это было сложно, потому что я первый был у них Беларус, первый иностранный сотрудник компании, то есть все сотрудники, которые работали, и более того, после того, как меня взяли на работу, пригласили еще четырех Беларусов, я, кстати говоря, не знаю, доехали они потом или нет, потому что Беларусам после меня закрыли въезд, я уже говорил об этом, потому что на следующий день, после того, как я въехал в Украину, я въехал 10 февраля, 11 февраля уже Беларусам закрыли дорогу в Украину, и возможно, они даже не доехали, но по документу обороту, то, что сделали для меня за месяц, для них сделали за несколько дней, то есть я был и здесь первопроходцем, как обычно, и мне это приглашение на работу очень сильно помогло, потому что мне кажется, что если бы не было этого, я не знаю, что было бы со мной дальше, они увидели, что у меня есть реальное приглашение на работу, они увидели, что у меня есть компания, мне арендовала квартиру, и у меня есть договор об аренде, который не мной оформлен, не мной оформлен, но на мое имя, и они увидели, что я действительно здесь работаю и так далее, и так далее, и так далее, и только этот момент помог мне пересечь границу, выехать из Украины, потому что мне, скорее всего, светила депортация просто в Беларусь, и хотя я не знаю, зачем это Украине, честно скажу, я не знаю, зачем это Украине, я уезжаю из страны, какой вам смысл меня здесь держать, вы меня, ну, я, это было больше похоже на то, что им просто хотелось выместить злость на мне, им хотелось просто, чтобы я почувствовал, ну, себя, ну, вот, я не, я не, как бы, на все зло, которое мне лилось, я понимал, что вы это делаете, вы показываете сейчас себя, я вам не сделал ничего плохого, я не буду брать на себя то, что вы мне хотите винить, если вы хотите винить мне какую-то злость, в смысле, какую-то вину, и это, я для вашей страны, для людей этой страны сделал, ну, то есть ничего точно плохого точно не сделал, и в мыслях у меня такого никогда не было, И за что вы сейчас со мной так обходитесь? Да, я понимаю, Беларусь, точнее, президент, я не президент Беларуси, да, Беларусь сейчас, президент Беларуси вам делает говно сейчас, к нему, вот если он сейчас будет проходить эту границу, вот, пожалуйста, его досмотрите, ну, короче, я здесь при чем? Ну, и за что вы смотрите мои личные данные, за что вы это обсуждаете, что вы хотите сказать вообще этим всем? Ну, забегая вперед, я, честно, хочу сказать, что мне, правда, это все, у меня нет претензий к Украине, это все делают конкретные люди, у меня есть претензии к конкретным людям, я никогда не служу по стране. А людям, по стране, по какому-то конкретному человеку, если мне сделали какое-то говно, я не буду говорить, что все украинцы, да, вот как украинцы, да, я не буду обобщать, но многие, да, опять-таки повторюсь, в моем окружении, по мне, меня судят по моему президенту, а ведь я не он, я это отдельный человек, но я не буду, я не буду свою злость вымещать на всей стране. Хотя и получил, получил, похлебал я щей за то, чего не делал. Более того, этот, ну, в общем, мне поставили такой, короче, там давали такую бумажечку, что-то тебе в эту бумажечку ставили все проходные пункты, и на обороте этой бумажечке мне поставили значок собачки, ну, типа, собачка.gmail.com. Вот мне нарисовали эту собачку, в их внутреннем распорядке, эта собачка значила, что меня можно выпускать. И потом, когда ко мне кто-то подходил еще, я им показывал эту собачку, они такие говорят, иди. И все люди, это, это было уже, по-моему, пять утра, пять утра, ну, то есть, вот сколько меня часов мурыжили, вот просто, сколько часов меня мурыжили, ни за что. Я, все люди, с которыми я приехал, и на этом автобусе, уже давно благополучно сели на этот, на этот паром, и уехали уже в Румынию. Я остался один, я остался абсолютно один, мне не с кем было поговорить, все какие-то люди на иностранных языках, я боюсь с ними разговаривать на русском языке, потому что я боюсь, что они сейчас начнут меня шеймить здесь, прямо за то, что я русский, я стою, молчу. Очень, очень холодно, когда ты находишься рядом с, что это, река, озеро, я не помню, что это такое. Давайте прямо сейчас вот посмотрим, да, в мэп откроем, гугл мэп. Вот посмотрим, что там, как, как называется это, Румыния. Да. Что-то не то оно мне показывает. Не то оно мне показывает. Парагвай, да. А, я набрал Ромария. Романия. Да. Вот, пожалуйста, теперь все правильно. Так. Вот, Украина. Да. А, ну вот. Получается. Где же это я был-то, а? Бухарест. Одесса. Ну я где-то как-то... Да, вот, вот, вот эта оранжевая дорожка, я вот по ней вот так вот проехал через вот это вот, это вот все. Что это такое? Вот это что? Ну. Обожаю гугл мэп, ничего не понятно. Затока, да. Вот мы в Затоке были, да. О-о-о-о. Короче, Серега, география это не твоё. В общем, вы поняли, да. Здесь, короче, вот на этом водной, на водной этой переправе я оказался там из-за того, что это водная, это февраль, да, напоминаю, это 27 февраля, это зима. Я в своей курточке спортивной, в шапке, я там очень-очень-очень холодно. Ты, ну, ты стоишь на улице, и я повторюсь, да, в 5 часов, по-моему, утра, там у них был перерыв с этими, с паромами. И 3 часа, 3 часа на улице я просто ждал, когда будет следующий паром. С людьми, давайте посмотрим, там идёт запись. Да, идёт. Я стоял с этими людьми и ждал, ждал этого парома. Это казалось бесконечностью. Я был, конечно, рад, что меня пропустили, меня это как-то, да, меня это радовало. Приезжает этот паром, в итоге, наконец-то приезжает этот паром, нас запускают на этот паром, и на пароме мы ещё, наверное, часа полтора ждём, якобы, чтобы заехали машины. У меня в Инстаграме есть фотки оттуда, я выкладывал свой путь, вот рассказывал эту историю вкратце. На этом пароме было так много места. На этом пароме так было много места для машин, туда заехало машин 12. И я вот подумал, зачем, зачем они это так делают, зачем там все эти машины, я же говорил, там километр этих машин, никого они не пропускают. То есть эти машины стоят часами, паром этот почти пустой, почти пораженником уезжает на эту границу. Зачем они это делают? Что они досматривают? Я не как бы, ну не как бы, не мне судить, но я стоял там ещё, опять-таки, ещё продолжал полтора часа стоять на этой улице, на этом пароме. Извините. И, ну, я просто, я, я просто, ну, был, я был в каком-то кромешном просто ахуе. Я не спал, ещё раз повторюсь, уже с которые сутки, и ни конца, ни края этому не было видно. Наконец-то паром отъезжает. Мы выезжаем на границу с Румынией, выходим на, ну, выходим, и там забор. И начинаем стоять на этом, на этом, на этой границе, ну, уже на стороне Румынии, уже ждём. А у меня же, я же напомню, у меня нет визы. У меня нет визы, я в чатах прочитал, что тех, кто, тех людей, которые бегут из Украины, их пускают по транзитной визе. Если у вас куплен билет из, из Румынии в Турцию, я уже купил на тот момент, к тому времени, я уже изучил, вы не просто не представляете, я не знаю, знаете вы, что это такое, или не знаете, когда ты абсолютно не знаешь другую страну. Я вообще ничего про Румынию не знаю, когда ты не знаешь, какие там есть аэропорты. Мне нужно было выбрать ближайший аэропорт к границе Румынии, чтобы из него летели самолёты в Турцию. Но когда ты не знаешь, сколько аэропортов в Румынии, какой из них ближайший, плюс я опять открываю эти конченые гугл мэп, и там показывает аэропорт, но в нём, но он как будто бы закрыт. Потом ты заходишь на сайт, там вроде билеты есть, ты не можешь понять, ты улетишь, не улетишь, улетишь, не улетишь. Это, короче, часами я стоял, вот, изучал эти сайты, эти сайты, плюс ещё разные цены, это всё, у меня последние деньги, это очень дорого, это очень долго, это очень страшно, это очень непонятно, ты не понимаешь, сможешь ты уехать из этой Румынии, и улететь вообще, и как далеко, и в общем, в итоге я покупаю билет из Констанции. И я ещё раз повторюсь, я читал на этих сайтах, в этих чатах в Телеграме, что если у тебя есть билет, что румынская сторона понимает, что ты не будешь там тусить в этой Румынии, и они тебя без визы пропускают. Моя виза закончилась неделю назад, и я планировал как раз-таки для отпуска себе открыть другую визу, вот, я уже говорил о том, что для белорусов в Украине ты можешь открыть только румынскую визу за тысячу евро, плюс консульский сбор, вот такие вот, да, дружба народов до войны называется, да, то есть я уже сразу понял, что в Украине белорус, это, ну, это другое, ты иностранец, то есть вот этих всех советских, вот этих понятий, которые у меня, ну, висели, лежали, были в голове до того момента, когда я оказался в Украине, что это всё уже прошлое, ты иностранец в Украине, ты здесь чужой человек, и у тебя здесь, у тебя здесь такие вот условия, чтобы ты купить визу, это дорого, и я изучал как раз-таки, я думал себе открыть эту визу для отпуска, но не открыл её, да и не успел бы, и может быть и хорошо, что я ещё паспорт бы отдал, ещё бы остался в Украине без паспорта во время разгара войны, да, и более того, за день, за день до войны я отправил свои документы по почте на получение вида на жительство, и всё, и потом наступила война, и мне перестали отвечать просто, ну, то есть мои документы так улетели, я отдал до хрена денег, честно скажу, я просто был в шоке, потому что я в Турции потом открыл вид на жительство, ну, как бы, с меньшими, хотя я, ну, да, Беларусь, Турция, я открыл с намного меньшими потерями финансовыми, чем в Украине, потому что в Украине мне нужно было перевести мой полностью, мой паспорт, свидетельство о рождении на украинский язык, и без этого я не мог получить этого, да, нотариально заверить, запастелировать, я отдал там порядка четырёх тысяч гривен, если я не ошибаюсь, это были, ну, это приличные деньги в стране, в которой средняя зарплата 20 тысяч, и я не, ну, как бы, и вид на жительство я не получил, и деньги мне не вернули, и документы так и ушли, и до сих пор они, я не знаю, где они, я до сих пор не знаю, ну, то есть, вернулись, ну, какая уже разница. Ну, суть в том, что я хотел работать легально, да, для этого, ну, для того, чтобы карту открыть именную, нужно было вид на жители, ну, короче, нормально, я собирался жить и работать в Украине, я делал легальные себе документы для этого, абсолютно, абсолютно, ну, то есть, платишь легально налоги, платишь все это делаешь легально это мне кажется абсолютно ценно и важно и это точно это точно неплохо вот и я выехал значит я стою на этой границе в румынии и я вижу какие-то журналисты побегают я думаю какая интересная история думаю сейчас в чем этот снимать будут а я боюсь я боюсь что меня без моей визы без визы что меня не впустят я до сих пор не знаю пропустят меня без визы вообще в турцию или нет билет то куплен а пропустят но в чатах пишут что пропускает но я-то не женщина с детьми да как они там на парня 34 лет отреагируют никто не знает ну что и начинает там какая-то коммунитарная помощь начинает людям какие-то пакеты там давать какую-то еду я не понимаю зачем ну то есть меня уже я чувствую что-то неладное и в тот момент когда нас начинают запускать вот этому пограничному пункту с документами женщина мне говорит одно слово я не помню как она звучит давайте я попробую сейчас попробую сейчас вот вместе с вами в google транслитере с румынского они очень плохо говорят по-румынски я еще тоже там не чтоб ошибка какой англичанин там да и англоязычный билингва человек я на стрессе плюс уже несколько дней не сплю и понятное дело что произошло недопонимание сейчас я посмотрю какое слово они мне пытались сказать транслейт давайте здесь русские оставляем здесь румынский давайте выберем рума не беженство ну вот и фюжат они мне говорили другое какое-то слово они мне какой-то повторяли слова я им говорил что у меня купим как как мантру просто твердил что у меня куплен билет до турции но они что-то поняли не так и они мне говорят сергей вы никуда не уедете отсюда я говорю почему у меня начинает течь слезы я говорю почему я никуда не уеду они говорят но вы здесь проведете ну типа может быть месяца два потом может быть если мы там короче они решили что я прошу беженство у румынии и они меня разворачивают говорит идите в тенты сейчас я вам объясню что за тент я видел что нам стать какие-то тенты я не мог понять что это вообще что происходит это журналисты бегают короче говоря на вот этом побережье рядом с румынской границей но вот на территории румынии уже получает рядом с этим пограничным пунктом построили лагерь без лагерь для беженцев забегая вперед скажу что там построили сначала одно здание оно было такое ну типа из вот как строят вот эти летние там до пластиковые такие до дома вот летние когда там продают какие-то там напитки там какой-то шашлыки вот что-то вот типа такого построили вот такого такого рода дом там трех квартирный я не знаю румыния насколько понимаю не план не предполагала какое количество беженцев будет бежать из страны и потом начали строиться просто такие тенты на улице просто такие вот тенты туда проводился такой вот такая труба с теплым воздухом в эти тенты и просто там стояли кольки в этих тентах и тебе говорят иди туда размещайся когда они мне сказали что они меня не пускают в румынию чтобы в аэропорт и они мне говорят иди в эти тенты я понимаю что они мне хотят навязать беженство в румынии когда я прохожу мимо этих тентов когда я вижу как там матери с грудными детьми их кормят пеленают переодевают лежатым калачиком свернувшись на этих койках у меня начинает у меня начинается просто нет это было не истерика у меня просто начинаете течь слезы у меня просто я понимаю что я я попал в очень большую передрягу я попал в очень большую передрягу я не хотел просить ни у кого никакого беженства я хотел уехать в турцию и переждать я не мне нужно было прийти в себя собраться с мыслями у меня я напомню что мне мои работодатели сказали что ты можешь работать удаленно и я еще раз повторю в течение всех этих дней моего путешествия каждый день я несколько часов в день выходил у меня был интернет я выходил на связь на все совещания я не пропустил ни одного совещания то есть я все время рассказывал где что я я слушал что происходит в компании я одну участвовал я что-то какие-то отчеты там делал между между своими ну как бы на тот момент там все находились шоке и все пытались понять как дальше работать и поэтому у меня был такой временной пул для того чтобы доехать как раз таки до турции там включиться полностью в работу то есть пока все находились в панике я двигался да и я пытался вот как раз таки все это время пока люди там разбираются с положением стране пока не там пересиживают первые дни в бомбоубежищах я уже напомню что люди уже находятся в бомбоубежище например в три часа ночи начинает а я все это читаю я пока еду в чатах пока я и пока я еду все по дороге я все это читаю и я читаю что город полтава жители девятиэтажных домов жители последних этажей находятся в большей опасности у нас еще там рядом с моим районом я жил в рассошенцах там находится то ли аэропорт заброшенный то ли военная база какая-то я не буду сейчас врать я не знаю я не помню ну что-то такое там находилось в этой территории рассошенцы жители высоких высоких домов а я жил на девятом этаже ровненько будьте в опасности в первую очередь бегите в бомбоубежище как это происходит как это происходило в украине в три часа ночи начиналась сирена люди просыпались бежали в бомбоубежище в пять часов утра она могла на два часа работала шумела и через два часа она затихала люди там типа потихоньку разбредались начинали идти домой готовить какой-то завтрак каких-то детей нужно в школу в сад мужа на работу не все работают в офисе удаленно да там кто-то есть абсолютно нам абсолютно стандартных работах там да опять таки продавцы и так далее так далее все вы прекрасно знаете да что есть огромный пласт людей которые не работают удаленные даже если работать в офисе все равно заходят и они идут жены идут там готовить там до завтраки собирать детей в сад там в школу и опять в 5 15 начинается сирена до 7 утра и опять люди все бегут потом в 7 30 сирена нет-нет каких-нибудь в 9 часов утра опять прекращается потом опять начин короче сутки напролет по 5 по 7 сирен за день с перерывами в час в 15 минут в 30 минут круглосуточно сирена ты не вылазишь из этого бомбоубежище тебе страшно ты ну я не знаю я не знаю что мне как как я могу отреагировать я просто это читаю я нахожусь в ужасе я в ужасе нахожусь о том что я в том что же в то же время я радуюсь что я не там ну конечно же я радуюсь за себя за свою жизнь я радуюсь что я сделал правильное решение потому что если бы я сейчас сидел был в полтаве но я не я я могу себе представить чтобы я даже друзьям рассказывал что я бы делал я бы не убегал ни в какие бомбоубежища я бы наливал себе ванну горячей воды и лежал бы там я бы ждал пока пролетит самолет меня взорвут я бы так типа готовился бы к смерти я бы еще включился бы какую-нибудь депрессивную мозгу ну инфантильный чувачок ну что вы что с меня взять я бы вот я клянусь что я делал бы именно так я себя хорошо знаю я знаю как я реагирую на такие ну не на такие на какой-то на стрессовые ситуации я бы пошел бы умирать в ванну и если бы что-то взорвалось я бы там взорвался бы я и не сидел бы я при этом вспоминаю все слова которые мне сказали там близкие родственники о том ой да куда ты уезжаешь да что тебе ничего не грозит да что ты чё-чё-чё переживаешь да вот это все я даже какое-то время еще продолжал с ними переписываться присылал им эти скриншоты про тот про то где в каком районе я жил на каком этаже я жил и реакция была ха-ха-ха хи-хи-хи типа оправдывай себя с цикло дальше вот и я правда я правда долгое время считал себя с циклом считал себя я клянусь я ввинял себе я принимал себе эту вину я считал что да я поступил как не мужик и так далее это очень сильно сработало все вот то все вот эти триггеры которые мне пытались пытались винить я их я их получил я их осознал и но единственное что конечно же я находился в дороге да я испытал огромное чувство вины я не мог им я каждый каждый наш этот зум-кол я с таким стыдом я понимаю что стыд стыд как бы до ним не как бы типа ну и как бы и стыдить как бы да я уверен что найдется огромное количество людей которые скажут ой твой стыд нам до пизды ты уехал и то что ты там испытывал за это морально моральные какие-то терзания это всем вообще никого не волнует и если честно я вот сейчас когда думаю в прошедшем времени я думаю наверное мне даже было может реально мне надо было испытывать вообще чувство вины потому что все равно никто не будет думать что ты его испытываешь все думают что ты как бы в шоколаде ты уехал съебался и те вообще то есть не наверное по хорошему реально нужно было вот просто в тот момент как-то выключить чувство вины и вообще его я не потерял бы вообще ничего ну то есть я бы сохранил бы только свои нервы и а так я и здоровье потратил да и и как бы и все равно все считают меня говном да поэтому каждый чат этот я выходил с огромным чувством вины и ну как бы еще раз повторюсь наверное бессмысленно про это говорить хотя это было это было это было до такой степени когда ты просто не знаешь как смотреть людям в глаза они там сидят там все эти мужики наши да там все они работают из этого от кто-то еще там кто-то даже начал в офис ездить как бы проявлять свою активную позицию что я не боюсь войны я буду все равно ездить на работу в офис а я тут типа уехал да но при этом я получил официальное разрешение от работодателей своих у меня было ноль у меня с точки зрения морали у меня было ноль сомнений в том что я делал что-то правильно я даже так скажу я даже так скажу на тот момент когда я решил что я уезжаю из украины я об этом не сказал в прошлом видео а тот момент когда я решил что я уезжаю из украины я я решил для себя так если Если работодатель мой решит, что я решил уехать, и я предатель Украины, то меня уволят. Я был в этом уверен, ну, процентов на, ну, почти на сто процентов, я честно скажу. Когда мне сказали, что вы можете уехать из страны, я был удивлен приятно. Причем я был настолько удивлен, что даже не поверю, что это правда. И когда я решил, что я уезжаю из Украины, я был готов к тому, что меня уволят, и был готов к тому, что мне было все равно, уволят меня или не уволят. Если вы уволите меня, это ваше право, вы, наверное, имеете на это право. Наверное, наверное, вы имеете на это право уволить человека, который две недели назад к вам пришел работать и оставил Беларусь для того, чтобы приехать и приносить вам прибыль. При этом, как бы, в пандемию все прекрасно знают, как все несколько, ну, почти год работали из офиса, да, в смысле, из дома, да, как бы, и без войны, да. Я спрашиваю, что тебе мешает в таком случае сейчас, когда война, работать удаленно. То есть у меня в голове были логические цепочки, я понимал, что люди сейчас в Украине все равно работают из дома, из бомбоубежища, неважно, откуда они не в офисе. Соответственно, если вы мне сейчас не дадите работать удаленно, ну, это будет как минимум странно, да. Вы имеете, наверное, имеете моральное право меня уволить, хотя, на мой взгляд, это не то, что для меня с точки зрения адекватности. Но я понимал, когда я столкнулся в Украине с тем, какое отношение к белорусам, я даже думал, что, ну, мы просто морально не сможем это вытянуть. Ну, просто у людей будет такая злость на белорусах, несмотря на всю ту, еще раз повторюсь, всю ту работу, которую я делал, да, с точки зрения, там, отслеживания новостей и так далее, и так далее, я не надеялся на какую-то адекватность. Но полтора месяца следующих, там, забегая вперед, она была. И мне это, я скажу честно, мне это было настолько приятно, потому что от людей, от своих друзей из Украины я такой адекватности не чувствовал. А тут посторонние люди, да, работодатель, по сути, который, там, да, который, ты не близкий ему друг, там, да, и у которого больше, наверное, поводов на тебя злиться, потому что он тебя еще хорошо не знает, которому хочется, там, всем белорусам, как вот мне, вот этот пограничник, как он пытался мне отомстить за всех белорусов, да, за президента Беларуси, да, точно так же я бы думал, что мои работодатели, что им сорвет крышу, и они меня уволят просто как-то, как только я скажу, что я собираюсь уехать, что будет расценено как предательство. Но я даже был готов к этому, я решил, что если меня увольняют за то, что я хочу работать удаленно, но не из Полтавы, из другого города, из другой страны, то я не хочу с такими работодателями поддерживать отношения. Я сделал правильный выбор, что если мне желают, опять-таки, я имею возможность выжить, не умереть, да, если мне желают смерти, таким образом, да, если мой дом может взорваться на девятом этаже, да, как говорят об этом в новостях, и если мне желают того, чтобы я умер, то и нахуй мне сдались такие работодатели, честно. Я даже, даже, даже вот когда я думал об этом, я понял, что нет, нет, окей, у меня не будет работы, но я буду в безопасности, я буду в безопасности, хуй его знает, что там будет дальше, но точно я здесь не буду сто процентов, даже если меня, даже если меня дадут возможность, если мне не дадут возможность работать удаленно из другой страны. Я был на это готов. И я оторвался, да. Короче, когда я увидел эти тенты в Румынии, я еще сделал небольшое ответвление. Я думаю, что многие из вас смотрели этот выпуск... Господи, как же зовут этого блогера с кучерявыми волосами. Сейчас у меня что-то вылетели все слова. Слова Варламова, Варламова, в своем интервью с двумя беженцами из России, которые, по-моему, в Нидерландах получили беженство. Я уверен, что большинство людей, которые подписаны на мой канал, наверняка смотрели это видео. Я тоже его смотрел, потому что оно выходило как раз-таки в разгар и белорусских протестов, если я не ошибаюсь. И тогда я уже тоже хотел уехать. Это вот желание уехать из Беларуси у меня уже последних лет 10 сознательного возраста. И еще раз повторюсь, по разным причинам. По ориентации, из-за протестов, из-за того, что тебе страшно, что ты не можешь дойти до работы, что тебя свяжут, скрутят. Что ты уйдешь с работы, тебя свяжут, скрутят. Не важно, вы все прекрасно знаете. Это не зависело от того, участвовал ты в протестах или нет. Если ты проходил мимо, там, где проходили протесты, тебя могли скрутить. В автобусах людей хватали просто, которые ехали с работы. Это как не зависело от того, участвовал ты, не участвовал. И как ты каждый день ходишь на работу как на войну, потому что просто ты не знаешь, дойдешь ты до этой работы или уйдешь ты с нее живым. Мы когда-то избивали людей до смерти в этих тюрьмах, насиловали этими дубинками и так далее, и так далее, и так далее. Я уже молчу про то, что я гей, и что там делают с геями в тюрьмах. Ты как-то... В общем, уезжал я, пытался уехать я долго. И, конечно же, я смотрел эти ролики с Варламова, у Варламова про беженство. И я смотрел и думал, как я себе представлял беженство, да? Ну, тебя встречают, тебя там, не знаю, где на плед... Ну, я еще раз говорю, может это прозвучит странно, смешно и так далее, но вот с людьми, с которыми я общался впоследствии, я понял, что я не один такой. И я не один себе так это представлял, что тебя, условно, встречают с каким-то чаем, с пледом, тебя проводят до какого-то там, не знаю, хостела, условно. Там и ты живешь какой-то там, пускай не один, там, пускай у тебя там два человека в комнате, но вас там кормят. Ну, короче, это прилично. Ну, то есть человек уезжает с войны, и всем понятно. То есть если там, условно, брать... Ты уехал из России в Нидерланды, то, наверное, это не так ярко выражено. Все-таки выглядит, даже если ты участвовал в протестах, как ты, когда тебя встречают, ну, это не так ярко выражено выглядит, как когда люди конкретно в данный момент, вот сейчас идет война в Украине, и люди с этой границы валом просто едут в эту страну, и, наверное, ну, там, понятно, что у них, их ждала опасность вот прямо в эту конкретную секунду, да? И, то есть, к таким людям, так сказать, ожидалось, с моей точки зрения, вот этой наивной, да, что это будет очень все, ну, доброжелательно, что это будет как-то, ну, комфортно, ну, как-то это будет, что... Ну, то есть это точно не тенты на улице с рекой рядом, когда минусовая, блядь, температура, когда у тебя просто скрижечат зубы, когда ты уже всю ночь простоял на этой улице, и тебе сейчас еще говорят, иди возвращайся в эти тент, слушайте, я хочу в туалет, я сделаю паузу, I'm sorry. Да, ну, как говорится, с легким паром. Тоже это жизнь, а что? Что в этом такого? Это правда. Поэтому, почему бы и не сказать, что так оно и было, я отходил в туалет, господи. Видео получилось уже на час 16, я посмотрел, видимо, без третьей части никак не обойтись, уж слишком, здесь, мне кажется, слишком тонкие подробности, чтобы брать так и, ну, вот как-то холодно пробегаться по этому маршруту, который я осуществил в течение, там, почти пяти суток, я думаю, что мы уже на серединке, да, и сейчас я расскажу про румынскую часть, и, видимо, будет третье видео, и потому что это далеко не конец, далеко не конец истории, это путь в четыре месяца, это путь в четыре месяца до США, и я постараюсь, я думаю, что как-то получится, получится эту историю рассказать более, более компактно, да, для того, чтобы, ну, я надеюсь, что меня было интересно слушать, как там говорят, там, блогеры, там, налить себе чаю, там, все, я думаю, что моя аудитория достаточно взрослая и сознательная, и просто времени смотреть с чаем этого всего у вас нет, скорее всего, это делать по дороге на работу, с работы, в машине, в общественном транспорте, куда-то по делам и слушать это как подкаст, но если у вас есть свободное время, чтобы смотреть, мне как говорится, глаза в глаза, то я тоже очень, честно скажу, очень за вас радуюсь, потому что я забыл уже, когда я что-то просто лежал и смотрел, это, это большое-большое, особенно в наше время, ну, как это называется, это слово вылетело из головы, в общем, вы очень счастливые люди, если у вас так, я только, только желаю, чтобы все так же у вас в жизни оставалось хорошо, и, ну, не могу не сказать об этом, если вам заходит то, что я рассказываю, ставьте там лайк этому видео, пишите какие-то комменты, подписывайтесь на канал, и у меня, правда, у меня еще много чего я вам расскажу, и про Америку, и не только, поэтому вам наверняка будет интересно, наверняка будет интересно, поэтому давайте оставаться на связи, там мои соцсети все внизу. Что касается Румынии, давайте так, я увидел эти тенты, увидел этих матерей с детьми, и у меня, ну, давайте так, у меня просто полились слезы градом, я понял, что я попал в огромную, в огромную передрягу, я не хотел просить у Румынии беженства, я не понял, почему они, почему они, почему они заставляют меня это сделать, ну, и я в конечном счете, я понял, почему, потому что и журналисты вот эти все стали прямым ответом. Румыния хотела создать какую-то видимость, так, я точно запись поставил, да, снова этот мой синдром, когда человек проверяет дверь, да, как это называется, СДВГ, по-моему, это здесь все, да, короче, в общем, я не хотел, я даже не думал на тот момент, когда я решил, что я езду в Турцию, я уже до этого там думал про Польшу, я для себя понял, что я не хочу, я не хочу, чтобы это был, чтобы это был побег, мне хотелось, может быть, я попрошу беженства впоследствии у какой-то страны, но для этого я должен понять, где я это хочу сделать, может быть, все изменится, я вернусь, я не знал, я не знал, мне нужно было просто время, чтобы оказаться в безопасном положении вместе, и просить беженства у Румынии, я точно не планировал, так вот, я говорил про то, что как я себе это представлял, что тебя встречают, да, заводят вот это вот, вот это вот все, ну, я заводят там в какие-то комфортабельные, ну, опять-таки, плюс-минус условия, да, и ты точно не будешь находиться в тентах, блядь, в тентах, сука, на улице зимой, где в одежде стоять холодно, я говорю еще раз, там были вот эти трубы, которые подводили там, да, теплый воздух, но это тенты на улице, ну, это даже не палатка, когда я это все увидел, у меня начались просто сечь слезы градом, я начал звонить своему бывшему парню, с которым мы до сих пор в хороших отношениях, это, это, мы были вместе почти два года, там, без одного месяца, и мы всегда друг друга поддерживали, и продолжаем это делать, он тоже сейчас, ну, не сейчас конкретно, ну, то есть он в процессе переезда в Америку, он это делает по-другому, я не буду сейчас об этом говорить, это не имеет никакого значения, но этот человек, который всегда был за меня, и любое мое решение, ну, как любой, наверное, близкий человек, да, в нормальных, здоровых отношениях, он всегда поддерживал меня, и я, когда я оказался в Румынии, я понял, что у меня сейчас хотят повесить беженство, я в панике просто позвонил ему, я рыдал в эту трубку, я просто захлебывался, я рыдал в эту трубку, я понял, что это звучит максимально, ну, то есть человек вообще, ну, как бы, ну, как бы, в своем мире, в своей атмосфере, и тут я звоню, утром, там, в 8-9 часов утра я звоню, я захлебываюсь этими слезами, я говорю, я не знаю, что мне делать, я не знаю, что мне делать, у меня билет до Турции, меня не выпускают, ну, он говорит, ну, все, типа, Серега, ну, как бы, ну, 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 Румыния, ну, как бы, ну, типа, ну, здесь зато, типа, безопаснее, чем в Украине, я говорю, ну, ну, он пытался меня как-то успокоить, как мог, вот, я захожу в эту, в этот тент, сажусь на эту кровать, и, я просто не понимаю, я просто не понимаю, зачем, зачем, я не просил убежища, у меня было, у меня был, господи, какой же она мне слово постоянно говорила, это очень слово, очень важное, потому что она постоянно его повторяла, ну, типа, как будто, ну, я не знаю, как это переводится, в общем, я до сих пор не знаю, как оно переводится, это слово и я решил как там из хорошего что там было там действительно было много волонтеров которые раздавали еду и единственно что я сделал это взял пошел взял еды там были консервы они кстати были очень вкусные я поел я поел и попытался какой-то час прийти в себя я даже полежал на это я понял как там холодно просто я в одежде я не раздевался я полежал понял как насколько там холодно насколько это невозможно там находиться и если не придется находиться еще два месяца как сказала мне эта женщина на границе но тут но это просто подобно аду но это это какой то но это но это вообще совершенно не было похоже ни на какое беженство не на какую помощь не на какую поддержку не на какое ни на что вообще ну то есть что это такое зачем люди на холоде живут почему никуда не увезти куда-то от от реки хотя бы от этой что это залив или что он как называется очень хотелось спать это же уже которые сутки без сна и я чуть-чуть покушав пришел в себя я понял я не буду я не буду я не буду идти по волне по течению не буду принимать это все я понял что они пригласили этих журналистов они хотят показать что румыния берет пригла я не буду сейчас как бы гнать на румынию там на нее наговаривать но давайте по факту ну румыния пыталась там какое-то себе количество вот правда неправды вот этих беженцев себе на на набрать вот и при том что и повторюсь дальние условия для содержания беженцев не было был один этот домик и все я скажу так все приходили в этот домик особенно в туалет в туалет это было самое теплое место в этом пластиковом доме который был единственный пластиковый построен все тусовались в холле около туалета ну то есть туалет вот холл и там сидит человек 20 просто греется то есть ты когда ты борешься в туалете с какой-то лишний шум какой-то создать потому что все там сидят и разговаривают и там все это слышно и это было безумно нелепо безумно странно безумно как-то вообще не ассоциировалась ни с чем адекватным ни с чем ну да про права человека здесь как-то вообще речи не шло это какой-то как будто ты в лагере для военнопленных только что с едой да и я начал начал общаться с людьми я познакомился с девочкой волонтером я и говорю слушая почему меня берут здесь беженство я же у меня же есть билет в турцию она говорит совершенно странно потому что я видела людей которые показывали что у них есть билеты они проходили дальше я говорю слушает давай ты поговоришь с кем-нибудь давай давай объясним это же говоришь на румынском это когда то есть то мне повезло найти русскоговорящую девочку румынку давайте с ними поговоришь объяснишь им ситуацию потому что я правда не не хочу просить никакое беженство и она короче ходила ходила это короче я сидела она совершила подвиг честно скажу она совершила подвиг потому что мы с ней потерялись в этих тентах и она не могла меня найти она ходила прям по этим тентам меня искала она реально меня искала я я в этот момент вообще понял кто такие волонтеры потому что я до этого всегда сталкивался в беларуси только как с волонтерами на разных социальных проектах это обычно были какие-то школьники которые силы затащили на какие-то мероприятия волонтерить им это все было не нужно это все было не неприятно им это все они относились к этому как ну как бы как кабузе да и тут я увидел впервые в своей жизни волонтеров которые действительно они помогают помогают и то есть девочки ничего не стоило вообще просто на меня забить там не и не босс смена помогала поменяться чем через час я не знаю условно через несколько часов нам было просто спокойно уйти спать или домой или куда угодно всем делам и меня абсолютно могла забить на мою просьбу но она куда-то пошла и вроде как сказала что серёга типа выходи со своими вещами и сядь на какое-то видное место за тобой придут что тебя не отправлю то есть тебя не буду держать в беженстве и я достал свой чемодан вышел из этого тента сел прям посередине вот этого лобного места там между будками с пограничниками и между вот этими тентами и сел посередине ждать меня начало смаривать я села на этот нас холодно там все вот это солнце правда вылезло стало по чуть-чуть потеплее меня начало смаривать я начал засыпать начал спать спать я стою на улице засыпаю уже вот и в какой-то момент я слышу свое имя фамилию я так обрадовался я думаю я беру свои все чемоданы вот это все они говорят ну как бы они видят что есть чемоданами вот они называют еще несколько фамилий сажают нас на сажают там значит была семья с детьми с ребенком прям грудным в коляске значит они садятся садят семью садят еще там всякие разные дяди тети девушки сажают нас в этот автобус и куда-то везут насколько я понимаю не типа как я это понял на тот момент я это понял так что нас везут на какое-то административное здание в городе чтобы мы чтобы снять наши отпечатки пальцев и типа проставить вот эту вот транзитную визу я это на тот момент понял так а у меня я напомню у меня в этот день 8 часов вечера если не ошибаюсь или всеми самолет в турцию и я еще не знаю сколько мне от этого от этой от этого места где я находился от этой границ сколько мне до него и до этого аэропорта ехать я смотрел что вроде как 4 часа и я каждый час отсчитывал что сейчас ну я каждый час теряю что я могу не улететь даже если не час выпустят из этого оттуда у меня уже практически но заканчиваются деньги на но вот эти мне не вернули деньги за за самолет из украины если сейчас я потеряю этот билет из румынии в турцию я могу туда просто не улететь ну то есть даже если меня выпустят и нас сажают мы ждем очень долго ждем пока соберутся эти люди потом нас сажают в этот автобус нас везут долго около часа нас очень долго везут до этого административного здания и то что происходило дальше но но это но это вот то что происходило на этой румынской границе это просто это отдельный фильм просто можно снять отдельный фильм по этой истории люди все которые со мной вместе они практически не разговаривают по-румынски они точно не заговорит румыны очень плохо разговаривают по украински никто не по-английски все очень плохо друг друга понимают и вообще нас привозят мы поднимаемся на какой-то третий этаж этого административного здания там очень очень милая какая-то блондинка девушка которая практически не говорит по-английски и она начинает я так как тороплюсь я пытаюсь пробиться в первом в этой очереди так как я у летаю до думаю что улетаю из турции да я пытаюсь пробиться к этой женщине я думаю что она сейчас возьмет у меня отпечатки и выпустит меня и я поеду в аэропорт в итоге она вместо меня там значит сначала другая женщина эта женщина задает миллион вопросов еще они друг друга не понимают я им перевожу это только вот с этой женщины только час разговаривает и тут я понимаю что она не что она не что она не собирается меня выпускать что они берут эти отпечатки пальцев для того чтобы начать оформлять беженство чтобы начинать заполнять бумаги на меня то есть они фотографируют людей то есть они не будет никакой транзитной визы я понимаю что пиздец что меня увезли не туда что здесь меня начинают на меня оформлять беженство и я этой женщине начну когда нами говорится типа сдавайте там давайте остановитесь на фотографии говорю мне не нужна никакая фотография у меня билеты и причем я объясню какая ситуация у тех украинцев которые оказались там такой который человек который я был не один человек из этих из этой группы людей в этом автобусе я был не один кто хотел из румынии улететь например там в частности была девушка у которой парень из турции приехал в румынию и встречать с украины и они вместе собирались улететь в турцию тоже там парень турок приехал с девочкой украинкой и приехал этот парень тоже вместе с нами приехал и этот парень тоже нихрена по-английски не понимает и и я там что-то всем что-то все перевожу все перевожу и я сначала не понимаю в чем проблема у этой девушки и мы сначала с этой девочкой девушкой вместе как будто бы добиваемся чтобы нас отпустили из из румынии в турцию и что ей надо было в турцию с этим парнем что мне но по факту потом впоследствии узнал я понимаю что у тех всех украинцев которые были со мной вместе в этом автобусе у них нет загранпаспорта они его не открыли просто у них нет загранпаспорта а у меня загранпаспорт есть и может быть эта девушка не знала может быть она под дурачка косила но она типа говорит почему вы меня не хотите отпустить вот мой парень приехал за мной из турции говорят у тебя нет загранпаспорта я вот уже думаю ну как что она думала ну хорошо выпустят ее с румынской границы в аэропорт как и поставят визу как и поставить в паспорт штамп ну не визу а штамп в турцию то визу не нужно но как без паспорта международного мне только айди карта украинская как ты писать айди карты собиралась по улететь в турцию я не понимаю она то ли под дурачка косила то ли реально не догонял этого и мы сначала вдвоем пытаемся объяснить это девушки что нам нужно в турцию и она говорит этой девушке нет у тебя нет загранпаспорта ты даже если ты хочешь улететь в турцию мы сначала должны тебя открыть здесь паспорт, ну то есть тебе как гражданке другой страны, ты должна здесь у нас провести несколько недель, может быть месяцев, чтобы мы тебе открыли сначала загранпаспорт, а потом ты, ну то есть для этого нужно открыть беженство, а потом ты можешь улететь в свою Турцию к своему парню. А я говорю, а у меня загранпаспорт есть, я говорю, мне не нужно, мне не нужно, мне не нужно получать никакое беженство, я могу улететь прямо сейчас. И она такая говорит, а, паспорт же у меня забрали, я забыл сказать, потому что когда меня отправили в эти тенты, у меня забрали паспорт. И она говорит, и туда этот паспорт привезли, девушке этой положили на стол, она с этим паспортом стоит в руках. Она говорит, у тебя есть паспорт? Я говорю, да. Она начинает судорожно звонить, вот мне вот очень, если бы, наверное, не эта женщина, я вообще не знаю, что было бы. Она начинает судорожно звонить какому-то своему начальнику, пытается объяснить, что здесь есть белорус один, который не собирается просить беженства, но я еще раз повторюсь, у них как будто была какая-то квота на это беженство, и они хотели как можно больше, они не зря эти пригласили журналистов, чтобы они там все это снимали, они хотели как можно больше людей затащить в это беженство, им это надо было, я не знаю зачем. И этот мужчина, с которым она разговаривала, она долго, на минут 10 ему пыталась объяснить, что вот он беларуш, что он хочет Турцию, что у него есть загранпаспорт, что ему не нужно беженство, никто ничего не понимает. Короче, она мне 10 раз переспрашивала, тебе точно не нужно беженство? Я говорю, точно. Как-то она мне это слово все время называла, вот оно у меня крутится в голове, не помню. Короче, я жду еще, наверное, часа полтора, пока каждого человека там отфотографируют, возьмут эти отпечатки пальцев, я еще, плюс они все там ничего не понимают в этом, на румынском ничего не понимают, эти румынцы по-английски плохо. Короче, я там что-то перевожу с одного на второе, со второго на третье, я опять, как в детеншене, вот точно так же, как в детеншене, я стою и всем перевожу. Я понимаю, какого хера я стою и всем перевожу, если мне надо торопиться на самолет, а не переводить им всем. И в один момент у меня было, я сейчас честно про это скажу, мне было за это очень, мне сейчас до сих пор за это очень стыдно, и, ну, меня правда, меня очень сильно они разозлили, во-первых, румыны, во-вторых, вот эта девочка украинка, которая пыталась, она пыталась как-то вырваться из Румынии к своему парню, но у нее не было загранпаспорта, да, и она пыталась их там наебать, как-то сказать, нет, у меня есть этот паспорт, ну нет, у меня его нет, они говорят, так ты будешь просить беженство или не будешь, она такая, да, я буду, а потом, нет, я не буду, я не хочу в этих тентах, понятное дело, что никто не хочет в этих тентах, все просто находились в шоке, все думали, что это какая-то временная история, а потом их оформят и увезут в какую-то, типа, ну там, гостиницу, не гостиницу, какой-то хостел, не хостел, куда-то их отвезут в какое-то тепло, а им всем говорят, вы сейчас, мы сейчас вас оформим, и мы вас отвезем обратно, и вы здесь будете, ну, от двух недель до двух месяцев сидеть, на берегу реки зимой, в тентах, и она начинает там, типа, я хочу уехать, я не хочу уехать, я хочу уехать, я говорю, слушай, я вот, я мог бы промолчать, мог бы этого не говорить, но я был на так, но я хочу, чтобы вы понимали, что я согласен, что я поступил мерзко, и у меня они, правда, очень сильно украинцы, которые не хотят жить в тентах, но которые хотят сразу, чтобы у них все было лакшери, и желательно сразу отпустите нас в Турцию, я этой девочке, она в какой-то момент просто говорит, так что там, вы мне там, выпустите меня в Турцию или не выпустите меня, а я стою, говорю, у меня самолет, вот скоро, 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 каждый час я стою, им это все перевожу, я говорю, слушай, ты, 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 типа, и рыбку съесть, и нахуй съесть хочешь, ты тебя, блядь, хочешь одновременно, блядь, и в Турцию, и при этом ты хочешь, чтобы у тебя и беженство было, и при этом ты не хочешь, чтобы тебя держали в этих тентах, блядь, ты, тебе, блядь, все, блядь, обязаны по гроб жизни, и ты можешь определить, чего ты хочешь, ты хочешь, блядь, беженство здесь получить, или ты хочешь, блядь, как ты забираешься в Турцию уехать без загранпаспорта, объясни, пожалуйста, кого ты здесь пытаешься наебать, и я понимаю, что я сейчас в этой ситуации поступил очень так же, как своя сестра, да, которая мне сказала, ты, блядь, слишком дохуя хочешь, ты очень хочешь к себе эксклюзивного отношения, и я понял, что я в этой ситуации, когда я вот гнал на свою сестру, да, что вот ты там ко мне не хочешь отнестись как с пониманием, я точно так же, вот когда коснулась меня ситуация, когда мне нужно было улетать поскорее, да, я уже типа не хочу помогать вот этим другим людям разобраться в этой ситуации, я все понимаю, что им сейчас нужно будет сидеть, а они в это никак не могут поверить, а я уже как будто бы понимаю, что мне уже сказали, что меня сейчас выпустят, мне уже как будто бы на них похуй, я как будто бы уже меньше сопереживаю, потому что, да, как будто я сейчас понимаю, что я отсюда вырвусь, и я это говорю честно, и мне очень за это стыдно, и я это понимаю, и я, я, я понимаю, я, короче, я плюнул на всех этих людей, которые там сидели, которые просили меня им перевезти, и ушел в машину, в этот автобус, думаю, если сейчас они там будут, если я не буду сейчас переводить все их там хотелки-нехотелки, что они хотят, как они хотят побыстрее, как они хотят это, то их просто возьмут с ними, сделают это интервью и сделают им отпечатки пальцев, и я спокойно уеду, и никто не будет меня доводить. И потом я вижу эту девушку, которая выходит из этого здания, почти за мной следом, я вижу, как она начинает рыдать на этой улице, как, как начинает, она подходит к своему парню, как она просит его какой-то помощи, он говорит, ну, что я могу сделать, она начинает какие-то, давать ему пощечи, начинает стучать ему, ну, от безысходности, вот это, она начинает стучать ему в грудь, типа, да что ты за мужик, пожалуйста, забери меня отсюда, я не хочу здесь быть, почему, как мужчина, ты не можешь решить эту проблему, и я сижу, я из этой машины, я смотрю на это все, я думаю, какой же я мудак, зачем я, зачем я так на нее накричал, ведь мы все с ней в одной и той же ситуации, она не успела сделать себе загранпаспорт, она что, виновата, что война, и она не хочет сидеть в этих тентах точно так же, как и я, я точно так же, как и она, хочу уехать в эту Турцию, почему я считаю, что я лучше, чем она, какое его право я, блядь, имел на нее нагнать, просто от того, что у меня был этот загранпаспорт, у нее и не было этого загранпаспорта, и я понимаю, что она от осознания того, что у нее нет этого загранпаспорта, она вынуждена будет сейчас в этих две недели в минимум сидеть в этих тентах, и она не может вернуться в Украину, потому что там война, а я еще и говорю, что ты охуела, и рыбку съесть, и нахуй съесть хочешь, и мне так стыдно, я, значит, она там рыдает с этим парнем, она, прошу прощения, слово сказать, она ни одного слова мне плохого не сказала, она ни одного слова мне плохого не сказала, и я вышел из этой машины, я говорю, прости меня, пожалуйста, я был очень неправ, я прости меня, пожалуйста, я неправ, мне очень жаль, мне очень-очень жаль, «Извини меня», это было нервно на эмоциях, ты видишь, как тут все меня эксплуатируют с этим английским языком, я точно так же, как и ты, сейчас не знаю, уеду я отсюда, не уеду, пожалуйста, извини меня. Я возвращаюсь в это здание, помогаю дальше всем этим людям что-то переводить, и в итоге, когда они там все, наша вся эта группа, там, я не знаю, сколько это, 10, 11 человек, было 12, когда они все заканчиваются, давать эти отпечатки пальцев, все набираются этот автобус обратно, и мы возвращаемся на эту границу. Чтобы, чтобы, почему-то там мне должны отдать свой паспорт, я не понимаю, почему мне не могут его отдать, и вот я выхожу из этого автобуса, я вижу, как мы, эта девушка, другая, девушка отдала все паспорта водителю, водитель берет и отдает эти паспорты, все вместе, вместе с моим паспортом опять кому-то отдает, я думаю, ёб твою мать, опять начинается все за мной, и я подхожу, там подходит, как эта девушка волонтер, я говорю, а вот мне сейчас сказали, что меня сейчас выпустят, пожалуйста, отдайте мой паспорт, и она ничего не знает, и я понимаю, что все начинается сначала, это уже третий раз, когда я пытаюсь уйти отсюда, я понимаю, и у меня только что была надежда, что я покину это место, и я понимаю, что все, нет, ничего не будет, но я не сдаюсь, я не сдаюсь, я начинаю, я, значит, к одному волонтеру, ко второму, к третьему, я подхожу, объясняю эту ситуацию, какой-то третий человек опять включается в мою ситуацию и начинает, типа, какого-то искать офицера, и мы начинаем ходить по всяким, там много всяких, ну, зданий каких-то одноэтажных, в которых там разные административные корпуса, что-то там происходит, какие-то там сидят люди, которые работают на границе, и мы начинаем сходить по этим кабинетам, везде закрыты двери, как будто то ли обед, то ли уже, я не знаю, там уже было, по-моему, 4 часа дня, ну, вот представляете, сколько часов это все длилось, с 8 часов утра уже 4 часа вечера, не, не 4, по-моему, 3, наверное, и мы находим какого-то офицера одного, и она опять ему все это рассказывает, я думаю, господи, ничего не будет, ничего не будет, и этот офицер, он что-то говорит, окей, и начинает со мной ходить по каким-то другим кабинетам, все эти кабинеты опять закрыты, 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 он заходит в какой-то другой кабинет, говорит, мне жди, я подумаю, что, ну, все, этот паспорт уже кому-то отдали, в какой-то сейф положили, все, уже ничего не будет, уже ничего не будет, и он выходит из этого кабинета и идет в какую-то другую, какую-то дверь, еще потом, еще в третью дверь, и там он встречает какого-то человека, у которого есть мой паспорт. Этот мужчина говорит, так, все, мы никому никакой паспорт не отдаем, мы сейчас его обратно депортируем в Украину, Ну, то есть он, я не знаю, серьезно ли он хотел меня испугать. Ну, то есть я говорю, им нужна была эта статистика. Никто не хотел меня отпускать из беженства из этого. И я понимаю, что в Украину они меня не вернут, меня там просто не примут. Но то, что меня отсюда не выпустят, это такое возможно. И, короче, проходит минут 15, выходит этот мужчина с моим паспортом, отдает мне его в руки. Вы не представляете, какие у меня были чувства. Я понимаю, что я еще успеваю, еще 4 часа, где-то около 4 часов дня. Я понимаю, что у меня самолет в 4, я около 4 часов ехать. Я понимаю, что еще одна. Ну, то есть каждая минута на счету. Я просто разгоняюсь со всей силы, я со своими чемоданами бегу, просто бегу, пересекаю вот эту всю границу, пересекаю, выхожу. Я выхожу на следующую сторону за пограничный переход. И я бегу, я бегу, я бегу. Я вам просто не передать мои чувства. Я понимаю, я вышел, я вышел. Вот мой паспорт у меня в руках. Я вышел, я вышел, я вышел. Мне нужно сейчас срочно в аэропорт. И там стоят, на границе с Румынией, стоит огромное количество волонтеров, которые предоставляют свои дома, свои квартиры для тех людей, которых выпустили, у которых есть загранпаспорт, у которых есть виза, видимо. Ну, короче, для тех людей, которых пропустили в Румынию спокойно, они встречают людей с едой, с машинами, с какими-то там, ну, с первой необходимости, с пледами. Вот. И готовы дать свое жилье для украинцев, которые вышли с этой границы, готовы дать им свою квартиру для того, чтобы они там жили. И я бегу к первому, я просто начинаю кричать, я помню, что мой аэропорт находился в городе Констанция, я начинаю кричать, Констанция, Констанция, они не понимают, что происходит. Я подбегаю к каким-то ребятам, у которых вот была картонная вот эта вот надпись, какая-то типа волонтер или что-то такое, или help, я не помню, что там было написано. И я говорю, пожалуйста, довезите меня до аэропорта в Констанцию. Они говорят, как, а ты не хочешь остаться в Румынии, мы можем тебя поселить к себе домой. Я говорю, нет, 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 пожалуйста, у меня друзья в Турции, пожалуйста, только помогите мне, или расскажите, где какая маршрутка, просто объясните мне, я уеду сам. Ну, как бы, я даже не просил, чтобы они меня везли, да, я не просил, чтобы они меня везли. Я говорю, пожалуйста, расскажите, как мне добраться. И они, эти мне ребята говорят, там вот эти вот, кого-то они там друг с другом начинают разговаривать, они мне говорят, вот эти ребята, не переживайте, пожалуйста, не переживайте, они, они, я таких людей, таких, это просто, я не знаю, ну вот как говорят ангелы, да, просто, это просто, это не люди, это сверхлюди какие-то, с таким огромным сердцем. Это люди, которые работают, которые зарабатывают деньги, которые, ничего им, кроме того, что они хотят помогать, у них нет больше ни единой мотивации, они стоят часами на этой границе, они встречают беженцев, они предоставляют им свое жилье, предоставляют им еду, кормят, поят, все, что угодно, все, что угодно. Они, и они мне говорят, мы тебя довезем, все, успокойся, ты в безопасности, остановись, пожалуйста, выдохни, все хорошо, все хорошо. А я говорю, пожалуйста, мы не успеваем на самолет, если вы меня отвезете, пожалуйста, пожалуйста. Они смотрят этот аэропорт, они говорят, на машине здесь ехать два с половиной часа, пожалуйста, не переживай, пожалуйста, не переживай, все будет хорошо. Они говорят, ты хочешь есть, ты хочешь есть, я говорю, нет, нет, я, пожалуйста, они говорят, на еду, на еду. Я говорю, нет, пожалуйста, не надо, не надо никакой еды, пожалуйста, только, только довезите меня, только. Я был на дне. Пожалуйста, пожалуйста, только пожалуйста, не надо никакой еды, они говорят, успокойся, нам ехать два с половиной часа на машине, все, ты доедешь, ты доедешь, мы тебя довезем, ты успеваешь, пожалуйста, 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 успокойся. А меня просто колотит, меня просто трясет, я с этими сумками, с этими сумками, господи, сколько я месяцев еще потом за собой возил эти сумки. Вот стоит у меня это, разорванная уже, сейчас уже он просто разорванная, разорванная эта сумка, она уже в Лос-Анджелесе она разорвалась, просто уже не выдержала, колесики эти стесались в Мексике. В Лос-Анджелесе она не выдержала и разорвалась. Сумка разорвалась, я еще цел. Они меня сажают в машину, и мы долго еще едем, и они разговаривают со мной. Мы разговариваем, мы разговариваем, они хорошо разговаривают на английском, даже лучше, чем я, это 100% лучше. И они начинают спрашивать, как, я начинаю им рассказывать этот свой путь из Полтавы через Киев, через Одессу с этим невылетившимся самолетом, у них просто волосы дыбом. И у меня такой контраст, ну просто не передать словами, насколько холодно ко мне отнеслись мои родственники, насколько холодно, я понимаю, что в Украине ко мне холодно относятся, потому что я сбежал из страны, насколько в Беларуси я тоже предатель, потому что я и не в Беларуси еще уезжаю из Украины, и насколько я вот это, вот это гнев, вот эта ненависть ко мне, насколько я, и насколько здесь ко мне с таким пониманием, Господи, они говорят, ты вырвался из войны, мы каждый день смотрим, какие у вас взрывы, как ты, ты расскажи, ты видел разрушенные здания, расскажи, ты слышал взрывы, я говорю, слышал, они говорят, Господи, как же тебе повезло, что ты здесь, как же тебе здесь повезло, что ты здесь, как же тебе повезло, и я слушаю их, я просто, у меня контраст, я не могу понять, почему мои родственники говорят, что я продажная проститутка, сволочь, мерзавец, политическая, опять, проститутка, цыган, прошу прощения, если сейчас кого-то оскорбляю, предатель, мразь, вор, и почему, почему это мне говорят люди мои, близкие мои друзья, почему мне это говорят люди из страны, на которую я сейчас работаю, в которой я трудоустроен, почему мне это все говорят люди, которые, я не говорю, должны, не должны, которые могут мне сочувствовать, сопереживать, почему люди, которые меня не знают, которые вообще не знакомы со мной, почему просто знают, откуда я уехал из страны, в которой война, они говорят нам каждую, у нас постоянно 24 часа включен телевизор, мы смотрим, что у вас происходит, что у вас в Украине, как же тебе повезло, что ты смог доехать до этой границы, что тебя не убили по дороге, как тебе повезло, что ты здесь, какой же ты счастливчик, какой же ты молодец, хочешь еды, давай мы тебе дадим еды, давай остановимся, мы, у нас здесь в багажниках, там, бутерброды, яблоки, они меня там, просто силой меня заставили, я не хотел ничего есть, не хотел я ничего есть, не было вообще, мне нужно было просто доехать до этого аэропорта, потому что у меня больше никаких возможностей не было, других вариантов не было, меня пропустили без визы в Румынию, я чуть не попал, блять, в беженство, я им рассказываю про это беженство, как они меня несколько часов просто с 8 часов утра до вот этого 3-4 часов вечера просто насиловали, просто мучили меня, просто издевались надо мной, не давали мне выйти, пытались навязать мне это беженство, просто несколько часов издевательств надо мной, они это слушают, они говорят, пожалуйста, прости нас, прости этих сотрудников, они, ну, как бы, нам очень искренне жаль, мы приносим тебе извинения от всех, от всех румын, пожалуйста, извини, это произошла ошибка, это произошло недопонимание, извини, все, все будет хорошо, все будет хорошо, пожалуйста, пожалуйста, вот сейчас увидел подписку на канал, я хочу, как бы, сейчас, может быть, не самое правильное место для вот этой вставки, я очень благодарен вам, ребята, чтобы подписывайтесь на мой канал, мы перешагнули рубеж в 600 подписчиков, это не 600к, это только начало, но я горжусь, горжусь, благодарен каждому человеку, кто со мной вместе, я такое огромное количество единомышленников, такое огромное, теплое, теплой поддержки, благодарности, слово благодарности услышал за это время, в Америке я за последние два месяца сделал столько документов, мне буквально на прошлой неделе написал приятель из детеншина, который вышел на две недели раньше меня, он мне написал о том, что он сделал визу, господи, визу, сделал карту банковскую через два с половиной месяца только в Америке, и мне огромное количество людей поддерживают меня, говорят, как ты здорово, как ты сделал без паспорта здесь ID-карту, банковскую карту, кредитную карту, social security number, что равно, да, открыл медицинскую страховку, короче, нашел адвоката здесь в Америке, какой же ты молодец, как ты все, люди месяцами это делают здесь, месяцами, там по восемь месяцев делают то, что я сделал за два месяца, а я все равно в душе чувствую, как будто бы мои родные люди, те люди, с которыми я был в коммуникации, как будто они думают, что я все равно я проститутка, что я мразь, что я мерзость, что я не заслуживаю ничего хорошего, что я предал Беларусь, что я предал Украину, что я предал Россию, что я предал, блядь, всех, вот я вот прям держу это у горла, руку, это вот они меня душат просто, я каждый раз, когда я думаю, вот я получил медицинскую страховку, и у меня в голове сейчас голос сестры, у меня прям, я слышу голос сестры, которая говорит, вот, я же говорила, что ты политическая проститутка, ты приехал в Америку, чтобы просто, блядь, доить из нее государственные деньги, вот. Я не слышу голоса тех людей, которые мне пишут в комментариях, какой ты молодец, как ты смог убежать из этой страны, как ты здесь без паспорта себя, как ты выживаешь, как ты здесь без денег, без жилья, как ты здесь справляешься, какой ты молодец, как ты находишься сейчас уже почти в безопасности, продолжая, все будет, ты молодец, ты заслужил того, чтобы получить это право здесь, получить это беженство, все будет хорошо. Я пообщался с адвокатами, адвокаты, когда слушают мою историю, все то, что я рассказываю, у них, они просто не могут поверить в то, что я через это прошел, что я прошел этот путь, но все равно в голове у меня голос сестры, который говорит, что ты, блядь, нахлебник, что ты, блядь, ничего этого не заслужил, что ты воспользовался политической ситуацией для того, чтобы получить беженство в Америке, что ты просто воспользовался обстоятельствами, что ты просто говно, что ты просто подстраиваешься под все, что ты неискренний, что ты, блядь, пытаешься усидеть на всех стульях одновременно, что ты просто мрать. У меня это сидит в голове и я очень, я очень, очень благодарен каждому человеку. Сейчас, пока на этот канал подписываются не сотнями тысяч, я помню каждого человека, который прокомментировал, который написал мне доброе слово, потому что столько добрых слов я не получал от своих близких, не получал ни от одного человека. Я часто в Америке слышу, где ты, почему ты, где твои родственники, почему твои родственники не помогают тебе, ты, почему? И я не знаю, что им ответить на этот вопрос. Я не знаю, что им ответить, почему мои родственники считают меня предателем, почему мои родственники считают меня мерзостью, почему они ненавидят меня, почему они за эти две тысячи долларов, которые мне одолжили, готовы, чтобы я сдохну, чтобы я не... Но только вернул им эти деньги, их не волнует моя жизнь, их не волнует моя безопасность, их не волнует ничего. Хотя без этой безопасности я не смогу им никогда отдать эти деньги. Я не понимаю, почему, я не понимаю, почему так, почему, 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 почему. Поэтому я благодарен, я благодарен каждому человеку, который поддерживает меня, который пишет добрые слова, который понимает, что я делаю это искренне от всей души, что я действительно, как вот, как, я не знаю почему, почему. Я понимаю, что когда ты находишься в стране, которая, в стране-агрессоре, которая, ты понимаешь, что ты уехать не можешь из этой страны, и что тебе остается, кроме как ненавидеть тех, кто оттуда уехал. Да, наверное, это единственная твоя возможность как-то, чтобы тебе было спокойнее как-то дышать, да, но разве это семья, разве это теплые отношения? Я очень сильно хотел бы, чтобы мои близкие сказали мне о том, что, блин, Серега, как же, блин, мы ошибались. Да пускай даже просто, да не надо мне, чтобы они признавали свою неправоту, не надо мне, мне просто нужна семья. Мне правда, мне 34 года, я правда очень сильно хочу, чтобы у меня появились родственники, близкие люди, чтобы у меня появилась семья, чтобы у меня появились друзья. То есть, ну, те люди, которые я могу назвать близкими родственниками. Столько мерзости. Короче говоря, на контрасте с этими двумя, с этой парой, эта пара ребят, волонтеров румынских, у меня был такой, я находился вот эти два с половиной часа, я отъехал в таком шоке. Они мне говорят, как тебе удалось доехать, какой же ты молодец, как же, как ты правильно, не сомневайся, не на себя. Секунду, ты все сделал правильно, я им говорю, мне так стыдно, что я не воюю, что я все остались, а я уехал, как мне страшно, как мне стыдно. Они говорят, ты все сделал правильно, что ты говоришь такое, ты поддерживаешь страну экономически, ты работаешь на украинскую компанию, ты все сделал правильно, ты защищаешь свою жизнь. У меня же есть родственники, которым я тоже в какой-то степени сам помогаю, у меня есть сестра, которой я пускай не часто, но тоже каким-то образом имею возможность поддержать ее. Пускай это происходит не так часто, что это происходит не в таком количестве, как бы я хотел, но если я не смогу зарабатывать, я не смогу никого поддерживать, я не смогу ничего сделать хорошего. Если я умру, я точно в Украине хорошего ничего не сделаю. Не в Украине, не своим родным. И я знаю, что многие люди потом, когда я оказался в Турции, ну это отдельная тема, это очень большая тема отдельная, что когда я оказался в российском сообществе в Турции, они вообще не понимали моего, ну там были белорусы и украинцы, они вообще не понимали, с какого хера я вообще испутываю чувство вины. Это еще третья тема, и там я оказался не свой, там все ночили на вайбе, и все, блядь, все на море, на фрилансе, и я только 24 часа в сутки. Короче, давайте сейчас вернемся мы к этим ребятам, и эти ребята, они такие, там как бы, ну и в этот момент у меня случился, ну просто переворот, в этот момент я понял, что я все сделал правильно, потому что... До этого момента мне казалось, что я сошел с ума, что только один я человек на свете, который хочет, чтобы я уехал из Украины, потому что до этого момента никто как будто бы не хотел, чтобы я оттуда уехал, чтобы все хотели, чтобы я умер, а желательно реально умер на войне, чтобы вот тогда только я, блядь, стал каким-то, блядь, героем, или я не знаю, что они вообще думали вообще себе. Я не знаю, что эти люди себе думали. Видите, да, как, вот какие слова у меня вместе со словом семья, да? Только моя сестра младшая там говорила мне какие-то слова поддержки. Все, все. На этом контрасте я доехал до аэропорта. Мы обсуждали, много-много говорили, много-много говорили, много-много говорили. И тоже была эта тема, они мне говорят, слушай, ты улыбаешься, ты, говорит, мы видели людей, которые выходят из-за границы, какие у них, как, как, в каком они состоянии, говорит, а ты улыбаешься, как тебе удается вот быть таким светлым человеком, как тебе удается улыбаться. После всего того, что ты пережил, ты так с нами даже пытаешься шутить. Я им говорю, слушайте, я об этом разговариваю со своим психотерапевтом последние два года. Я не знаю, я не знаю, почему люди, которых я встречаю, думают, что у меня нет никаких проблем в жизни, что я самый счастливый человек на свете, что они... Почему я не могу своей физиогномикой доносить до них, что мне очень плохо в душе? Как будто бы я... Я говорю, я последние... Вот уже четвертые сутки сейчас уже с вами начинаются, уже я сейчас не буду спать. И я... Я стараюсь, стараюсь улыбаться, несмотря на все говно, которое на меня вылили за последние дни. Я стараюсь быть... Ну, я не знаю, почему я, блядь, улыбаюсь. Я не знаю, почему я улыбаюсь, почему я светлый человек, почему я должен оправдываться за то, что я позитивный, светлый человек, который все равно пытается найти что-то хорошее в этой жизни, пытается найти какой-то свет, который пытается тянуться к лучшему, который пытается тянуться к лучшему, к лучшему, к хорошему. Почему, почему я не умею, почему я не умею, даже когда у меня депрессия, люди не видят этого. Я не знаю, я не знаю, я пытаюсь, я над этим работаю, чтобы люди, если, ну, как бы... Мне всегда казалось, что если ты будешь ныть, то ты будешь... Ты ни поддержки не получишь, ты скажешь, что ты нытик, что никто не любит грустных. И даже в этой ситуации они мне говорили, что ты, блядь, улыбаешься, и ты молодец, и ты... Вот мы очень желаем тебе, чтобы у тебя все было хорошо. Они меня отвезли до аэропорта, они уговаривали меня поесть. Говорили, нет, нет, давайте я пойду в аэропорт. Давайте, я боюсь, что я не успею на рейс. Давайте, они говорят, у тебя еще полтора часа до рейса. Ты все успеваешь. Прошу прощения опять. И я не ем ничего, не ем, не ем, не ем. И я захожу в аэропорт, я прохожу паспортный контроль, прохожу багаж, даю, там, вот это вот все. И я дохожу до паспортного контроля. И что я слышу? Они мне говорят... А, они смотрят на мой паспорт, они видят, что у меня нет визы, что у меня нет румынской визы. Они спрашивают, как я попал в Румынию. Я им говорю, что я прошел через границу в Одессе с Румынией, как беженец. Они уходят куда-то и звонят куда-то. И возвращаются. И они мне говорят, вы просили беженства на территории Румынии. Мы вас никуда не выпустим. Ну вот сколько уже моральных потрясений я вам только рассказываю за это видео. Сколько их, сколько их, сколько их, сколько копится, сколько их копится. И они не прекращаются, и не прекращаются. И сейчас мне опять говорят, ты никуда не улетишь. Я думаю, да когда же это, блядь, кончится? Когда вы перестанете меня мучить? Когда вы отстанете все от меня? За что, за что, за что вы так надо мной издеваетесь? За что вы надо мной так издеваетесь? Я ему пытаюсь, у меня я пытаюсь собраться последние крупицы своего сознания, своего спокойствия. Я им пытаюсь, я начинаю, у меня начинают наворачиваться слезы. Я им говорю, я не просил никакого беженства. Они пытались навязать мне это беженство. У меня были куплены билеты в Турцию. Они видят, вот же эти билеты в Турцию. Я им показываю чеки в телефоне, они были куплены. Типа вчера я покупал их еще на территории Украины. Я не собирался оставаться. У меня поэтому здесь эти билеты, потому что я хочу покинуть территорию Турции, Румынии. Я не хочу здесь быть. Я не просил никакого беженства. Пожалуйста, пропустите меня, выпустите меня. Я вас умоляю, пожалуйста, отпустите меня, отпустите меня, пожалуйста. Короче, этот мужчина, он уходит, наверное, на минут 15. Вам мне просто не передать, что было со мной за эти 15 минут. Я уже был готов ко всему, что сейчас выйдет полиция, что они меня скрутят, отвезут обратно в этот лагерь, что меня депортируют в Беларусь, что меня вернут в Украину, я не знал, что со мной будет. Я не знал, что со мной будет. Но через 15 минут водитель, господи, этот чувак с паспортного контроля мужчина вышел и сказал, проходите. Просто проходите. И я просто на полусогнутых ногах, я ему говорю, спасибо, 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 спасибо вам большое, спасибо. Он улыбается мне так добрых вслед и говорит, проходите. Я сажусь ждать самолет. И навстречу мне идет девушка, с которой мы ехали, одна из многих девушек, с которой мы ехали из Одессы до румынской границы, украинка. В то время, пока меня досматривали, 4 часа там или 5 часов, пока меня досматривали, да, ну с часа ночи до 5 утра, 5 часов, 4 часа получается. Ко мне идет навстречу девушка из нашего, свежая, причесанная, спокойная, довольная. Идет с сумочкой своей, такая, и я вот стою вот, 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 вот такое вот, 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 просто стою, вот, да, вот. И она такая, я говорю, как, как, я говорю, как прошли вот эти твои сутки? Она говорит, ну, говорит, мы сразу вот прошли быстро этот контроль на Украине, сразу же сели на паром, нас спокойно пропустили. Она говорит, ну, я же женщина с ребенком, она как бы не стесняется, она говорит, я же женщина с ребенком, кто меня будет держать на этой границе? Они говорят, меня сразу пропустили, меня на этой границе встретили мои родственники в Румынии, которые, они меня отвезли, я приняла душ, они меня накормили, они мне дали с собой, типа, мы там, у нас был стол, они меня там чуть ли там что-то... Я, говорит, я легла, подремала, потом у нас мы там пообедали, потом мы там, в общем, поразговаривали, все классно там, вот они мне сделали бутербродов в дорогу, и я вот приехала в аэропорт. Вот контраст, блядь, да? Блядь, один день, как может пройти один день, вот мы ехали в одном, казалось бы, автобусе, да? Как может по-разному пройти один этот день, сука? Насколько он может быть, блядь, разным? И она видит меня, что я просто, вот у меня вот это вот уже просто, блядь, вот дергается практически лицо. Она говорит, слушай, у меня есть бутерброды, давай я тебе сделаю бутерброды. В смысле, я дам тебе, угощу тебя бутербродами, она меня угостила бутербродами, я их съел просто. Наверное, потому что ко мне какие-то чувства вернулись, я понял, что я уже как будто бы в безопасности, я уже улетаю в эту Турцию, все будет в порядке. И мы садимся на самолет, констанция Стамбул, и вылетаем. Я, наверное, прерву это видео на этом моменте, впереди у меня еще два месяца до Америки, я думаю, что нужно будет сделать третью часть про мою жизнь в Турции, про мою работу в Украине и из Турции, про то, как от меня отворачивались последние друзья, про то, как я вообще понял, что мне нужно, что я могу уехать в Америку, с чем это было связано, про то, как меня уволили с работы в Турции, про то, как мне не платили несколько месяцев зарплату в этой Турции. В общем, про все про это я расскажу уже в следующем видео, я понимаю, что это долго, и тут уже просто у меня третий час ночи, да? 3.16, четвертый час, а мне нужно в 6 часов утра вставать. Видимо, я уже встану в 7, поэтому будет третья часть, и как-то я уже на взводе на таком, надеюсь, что я как-то смогу заснуть. Очень была эмоциональная у меня, конечно, эмоциональная концовка. Я, опять-таки, не жду вашего понимания. Мне... это моя история, она такая, какая она есть, и здесь вы можете реагировать, как вам угодно. Из книги слов не выбросить, да? Все то, как есть, оно вот так и есть. Здесь не добавить, не убавить. Я, видите, ничего не скрываю, не пытаюсь быть хорошим, не пытаюсь быть плохим. Все вот ровно, как оно существует. Это мой... исключительно мой взгляд на эти события, это мой путь, это вот пошли четвертые сутки уже, это Турция. Что было дальше? Я расскажу в третьей части. Желаю вам... Будьте счастливы, пожалуйста. Держите себя. Берегите, пожалуйста. Мне единственный вывод, наверное, который следует из этого видео. Пожалуйста, берегите своих близких. Пожалуйста, глотайте свои злости, свои жадности, свои нереализованные амбиции. Будьте семьями. Пожалуйста, будьте семьями. Никого ближе, чем ваши друзья у вас. Вы будете... Все это закончится рано или поздно, и вы поймете, сколько говна вы натворили. Пожалуйста, не ждите этого момента. Вернитесь, вернитесь к своим любимым людям, вернитесь к ним. Вы прекрасно знаете, что это все это пройдет, все проходит, но придет момент, когда вы поймете, что у вас дыра в душе, и я это чувствую каждый день, я это чувствую дыру каждый день. Мне очень не хватает моей семьи. Мне очень, очень, очень не хватает моей семьи, моих близких друзей, которые ни за что сделали из меня врагом, которые желали мне смерти. И просто за то, что моя... Просто за то, что я уехал, просто за то, что я не остался, просто за то, что я говорю на русском языке, просто за то, что президент моей страны позволяет российским войскам входить в Украину. И для русских, и для белорусов, и для украинцев, и потом и в Турции я не стал нигде своим. И... пожалуйста, берегите свои семьи, берегите своих близких, ну давайте быть людьми. Это единственный вывод, который я хочу сделать. Я не прошу к себе сочувствия и солидарности. Я хочу сказать о том, что кто, если не семьи, могут быть друг к другу ближе. Я понимаю, что сейчас, когда я нахожусь в Америке, для меня люди делают то, что за всю мою жизнь мне не сделала ни мама, ни папа, никто, никто, ни один близкий, ни кровно, ни просто хоро... там, дальний розыск, никто для меня не сделал за всю мою жизнь того, что мне сейчас помогают в Америке. И... я очень сильно хочу, чтобы вы могли посмотреть это видео. Может быть, до вас что-то дошло, что-то вы поняли, осознали. Я не знаю, я здесь не морализаторством занимаюсь. Это ваша жизнь, вам принимать свои решения. Но... пожалуйста... очнитесь, сука, наконец уже. Очнитесь, блядь. Один человек... Беларусь... это не значит, блядь, враг. Это не значит, что... да вообще-то ничего... каждый уникальный человек, он не относится ни к гражданству, ни к стране, в которой он живет, ни к территориальному положению. Каждый человек уникален, и он не может за собой нести ни шлейф, ни страны, ни президента, ни национальности, ничего. Может быть, я здесь говорю какие-то масло-масляное, но... никто не должен нести ответственность за какие-то решения не им принятые. И мне кажется, что взрослые люди, какая бы боль и обида у них ни была, пожалуйста, если вы хотите обрушить свою боль, обрушите ее, пожалуйста, к адресату, к президенту, если вам очень сильно хочется обрушить боль. По-здоровому было бы ее прожить, проработать, переработать, во что-то продуктивное, во что-то созидательное эту боль обратить. Не в ненависть, не отвечать ненавистью на ненависть. Я понимаю, что не всем хватает на это силы, рассудка, опыта, мудрости. Но, пожалуйста, если вы хотите обрушить свою боль, обрушивайте ее конкретному человеку. Я не призываю к ненависти. Давайте, я не хочу. Не обрушивайте свою боль, пожалуйста. Не обрушивайте ее. Я не могу, я не могу ничего посоветовать, как вам быть. Пожалуйста, просто делайте то, что хорошее, что вы можете. Если вы можете, если у вас нет сил общаться, ну, пожалуйста, ну, не делайте друг другу больно. Пожалуйста, выключитесь. Если вы понимаете, что вы родственники и вы не можете друг друга сейчас понять, ну, пожалуйста, ну, не критикуйте. Ну, я же не критикую своих родственников, которые уехали, которые, точнее, не уехали, которые поддерживают войну. Есть и такие. Я никого не критикую. Это ваш выбор. Я просто не хочу поддерживать отношения. Пройдет время, всем дойдут что-то все истины, поймутся со временем, и потом мы вернемся и поговорим. Но кого-то я заблокировал, ну, сейчас я уже всех разблокировал, честно говоря, у меня сейчас нет вообще никого заблокирования, сестру я разблокировал всех. Я открыт. Я открыт к тому, чтобы сказать, блядь, это было затмение, это было, это было, это была истерия, это был шок. Давай вернемся, давай поговорим, блядь, что это было. Пожалуйста, будьте людьми. Я понимаю, что в это время это очень сложно, но может быть, сейчас кто-то скажет, да, из-за границы тебе легко говорить, конечно, ну, давай там. Да, возможно, я не отрицаю, я этого не отрицаю, я поэтому не прошу к себе никакого несострадания, ничего я не прошу, я просто рассказываю, я просто делюсь своим опытом, но в своей конкретной семье у вас всегда есть возможность остаться семьей. На этой ноте я завершаю вторую часть, я сниму обязательно третью, не менее, не менее, не менее тяжелую. Казалось бы, я въехал там в Турцию, там типа мне сказал, ну, все, теперь ты в безопасность. не менее тяжелую часть этого четырехмесячного пути, и давайте оставаться на связи. Это был Сергей Ульянов. Пока, вселенная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok